Здравствуйте, друзья! С вами доктор мангологических наук, кандидат аниме-наук, главный анимешник ютуба Александр Александрович Шадов, который вещает из Великой Академии Аниме, да, соответственно, вот. И в Великой Академии Аниме мы сегодня проведем великолепное занятие, которое будет связано с прекрасной мангой Blame, которую мы полностью прочитаем на этом стриме, полностью, с начала и до конца, с первой до последней главы. Все прочитаем, все посмотрим и успеем это сделать. Но сначала я сделаю небольшой обзор. Манга охуительная, охуительная, охуительная. Минимум слов, максимум действий, отличная рисовка, нарисовано все просто потрясающе. Экшен очень динамичный, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Все, что здесь происходит, минимум слов, максимум, в общем-то, действий. Смотрите, вообще вот-вот-вот, один пузырик с диалогом. Вот, все, и это прекрасно, это мощная рисовка, вот эти вот все персонажи странные, разные, невероятные. Постепенно рисовка, кстати, становится помощнее вроде бы, но в начале тоже неплохо воспринимается, прорисовано довольно четко и стильно, и модно, и мощно, и молодежно. То есть, перед нами очень интересный экспонат, очень мощный. Вы прочитаете ее довольно быстро, и мы ее сейчас вместе прочитаем часа, так, за два, за три где-то там, да, за три, да, за три часа, за полтора, за два с половиной часа. Если хотите, можете прочитать ее вместе со мной, вот сейчас вот буквально, если не хотите, можете отдельно прочитать, немного времени займет. Но это то, что нужно прочитать, это то, что я вам рекомендую прочитать, пролистать, если хотите посмотреть несколько страниц, там вот разных тоже, рассматривать эти картинки, невероятные, офигенные, красивые. Я вам, в общем, все это рекомендую. Отличная рисовка, неплохой сюжет, минимум экспозиции, минимум диалогов, максимум действий, все понятно, что происходит по динамике, кто куда, где кого, где он сражается, некоторые пояснения в диалогах проясняются, некоторые действия происходят. В общем, это реально нечто, ну знаете, вот так и должна выглядеть манга. Я несколько раз проговаривал, пока все вот это вот изучал, вот так и должна выглядеть манга. Именно так. Манга, как отдельный жанр искусства, в котором у нас есть и изображение, и текст, она все-таки базируется, на мой взгляд, больше на изображении. То есть, когда в манге куча экспозиции, куча текстов и халявно нарисованные рисуночки, типа вот, это не очень хорошо. Это допустимо, иногда это может быть интересно, но в большинстве случаев это не очень хорошо, потому что мангаки плохо пишут тексты и плохо заставляют текстовые всякие файлы, они много лишнего вот из себя вот изрыгают. Соответственно, более того, у них даже нету паузы нередко для того, чтобы обдумать то, что они пишут, и реально очень много лишнего. То есть, текст мангаки, который пишут, и без того не очень хороший. А потом его еще и всякие бездарные хуесосы переводят, у которых мозги не на месте, и которые не умеют на русском по-русскому, в общем, вообще двоечку, короче, у которых совсем, да, совсем туго. И со стилистикой туго, и со чувством вкуса туго, в общем, хуйню, короче, переводят. И без того, и без того такой текст, в котором много лишних попустительств, много того, что тяжело читать, ну, в том же One Piece, там, в Наруто, реально очень много лишних вещей. Вот просто порезать раза в два, в три, в четыре, вообще было бы уже намного лучше. Ну вот, но это не так важно, да, куча лишнего текста обычно, здесь текста вообще почти нет. То есть, мы сейчас наблюдаем вот эту вот мангу в том плане, в виде, в каком ее приблизительно рисовал и задумывал автор. И автор говорит языком изображение, что самое главное. И это очень и очень и очень, очень и очень и очень и очень и очень и очень хорошо. Честно говоря, я впервые вижу такое, что манга выглядит так, как и должна выглядеть манга, потому что это прежде всего визуальный жанр, а во вторую очередь текстовый. То есть, ну, вот вы посмотрите, да, вы посмотрите, вообще ни одного, ни одного высказывания за все это время. Вот, смотрите, сколько страничек, вот просто все картинки, 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 картинки. Это очень красиво и это очень круто. И мы сейчас будем это читать вместе с вами, друзья. В общем, если хотите вместе со мной посмотреть, что там в этой замечательной манге, обращайтесь, смотрите вместе. Я очень воодушевлен, это лучшая манга, которую мне заказывали вообще когда-либо. Наверное, лучшая манга, которую я вообще читал. Просто потому, что она такая, а какой манга должна быть. Она красивая, она создает много интересно красивых образов. Нарратив в ней подается с помощью действий, поступков персонажей, изображений, которые сменяются в правильном порядке, создается определенная динамика, которая все это вам показывает, и вы все это видите буквально чуть ли не мультик у вас перед головой протекает. В общем, именно так и должна выглядеть манга. Это было очень круто. Это было вот замечательно. Побольше бы такого люди на самом деле делали. Вот что я могу сказать. А теперь, друзья, дальше будут спойлеры. Ну как спойлеры, мы будем просто читать всю мангу сначала и до конца. И на это уйдет 2,5 часа. Всего лишь 2,5 часа на 10 томов манги. Прошу, приглашаю. Смотрите вместе со мной, читайте. Очень буду рад. Здравствуйте, дамы и господа. С вами Александр Шадов. И сегодня мы разбираем мангу Blame. Мангу Blame разбираем. Вот такая вот у нас история. Ну чего, первый том, поехали. Все начинается с рисуночку. Blame. Blame. Большой Blame. Рисовочка такая интересный человек. Спрячься там. Бу-бу-бу. Бабаба. Я давно же никого не видел. Откуда ты идешь? Эй. Ну действительно малословно. Мне нравится. Она мне действительно показалась. Издалека мне показалось, что с тобой кто-то был. Еще понятно? Черви. А чего? Эй. Щелк. Хуяк. Бум-бум-бах. Бим. Нравится? Хорошо, хорошо. Действительно коротко. Спорю на что угодно. Килли. Ему были нужны мои клетки. Клетки ему. О-о-о. Ёпт. Опа. Вот-вот-вот приехали. Вот-вот красивые ребятишки. Вот это вот замечательные дядьки. О, вот это нравится. Вот это нравится. Хорошо. Смотрите, как классно нарисовано. Смотрите, рисовочка прикольная, кстати. Соглашусь. Прям прикольная, прикольная. Уверен, у него чистая структура. Ага. Ты нашел это? Ты вовремя? Тут какая-то структура, короче, сайентисты, ДНКшники. Пошли, короче, валить. Ну, короче, они идут дальше. Рисовочка довольно симпатичная. Такая темненькая, мрачная. Вот эти все перестрелки, вот эти все мутанты, вот эти все трупаки. Вот эти все дядьки каменные. Вообще кайф. Вообще кайф. Вообще кайф. И я думаю, да, прочитается довольно быстро. Вот эти вот чебурахи всякие. Ракеты. Бам-бам. Бум-бум-бум. Бим-бум. Грум-трум. Бум-бум-бум. Трум-трум. Грум-грум-грум. Охуя-хуя. Прям приятно читать даже. Потому что не надо читать. Просто любуешься картинками. Хе-хе-хей. Люблю. И люблю я такое, честно говоря. Сидишь такой и кайфуешь. Просто сидишь и кайфуешь. Картинки моего почтения. Ой, тетеньке голову отрубило. Боже мой. Боже мой. Мы будем листать довольно быстро. Простите, конечно. Наша цель сегодня успеть все это просмотреть. Чтобы сэкономить денежки заказчика. Иначе он как-то будет бедствовать, видимо. Так, ладно. Бах-бах. Бум-бим. Бум-бум-бум. Брум-брум-брум-брум-брум-брум. Да, я просто читаю вашу мангу. Я даже не буду паузы делать. Там пересказывать особо нечего. Но вы сами видите. Тут, короче, батл-рояль происходил. Батл-рояль. Ну и батл уже не такой же рояль. Ну что, вот он тащит эту телочку. Это всякие слизни, хуизни, блядь. Хуи моей жизни. Сиди тут и слизни, блядь, в форме пенисов, блядь, падают. Смотрите, головка тут просто. Просто головка. Членочерви эти вот со всех сторон. Вот хвостик сзади такой же, как вот члены крепятся к вот этим вот всяким. Членочерви еще лапки вот эти. Вот вообще со всех сторон. Из Рейнинг Мэн, аллилуйя, короче. Что? Да, ну типа того, да вы понимаете. Членочерви падают вниз. Платформа что-то тоже так себе. Вот как-то вот членочерви они такие. Собакин тут есть. И тесель. Тесель-бросиль. Соответственно, вот там с собакой общение. Где девчушка это или парнишка, я уже не помогу понять. Блондинка. Блондинко какое-то. Девчонка, кажется, с такой талией-то пацаны не ходят. И Собакин. О, господи, нихуя себе у нее штуковина на руке. Вот это я понимаю. Мне бы такую штуковину, чтобы пиздить долбоебов. Это было бы очень круто. Я бы хотел с такой штуковиной хуерить долбоебов, честно говоря. Опа, опа, опа. Вот это я понимаю. Вот это она носит в одной руке, в одной руке, в одной руке. Вот это она круто. Вот это она босс. Членочервь лежит. А все такие. О май. Членочервь, что ты тут делаешь? Членочервь такой. Ну, потому что он в крови весь там булькать будет, соответственно. Члены кровавой черви, в общем-то. Это знаете, когда ты обстал со всей силы... Ладно, прошу прощения, не делайте так никогда. Только профессионалы могут это делать. Так, вот. Окей, я забрала это у Килле. Скоро вернусь. Приготовьтесь к записи. Небольшие отклонения в хромосомах номер 10 и номер 11. Угу. Очень круто, что текста вообще почти нет. Серьёзно, здесь тупо много чего нарисовалось. На тремя тысячами этажами выше мы обнаружили сообщество, в котором всё ещё существует сетевая активность. Это ВКонтакте. Но мы не знаем, люди ли это. Нет, это, видимо, одноклассники. Если мы не знаем, люди ли это, наверное, одноклассники всё-таки. Но ты всё равно, проверь его. Блин, ещё и Собакин. Ай, день конца не знал. Последний день Земли. До горизонта, когда смертного дра Катилось солнце бледное вдали И смерть шептала тихо, Всем пора. На этом отключили все, кто смотрел. Первые пять минут прошли неудачно. Прошу прощения, ребят. Я не смог держаться. Вот такие песни. Что такое Земля? А что это у тебя? Это... Мочили на чер... Ладно, прошу прощения. Можно я оставлю её себе? Копия на бумаге? Какая она старая? Темнеет. Я могу подвезти тебя до следующего уровня. Подвези меня, красотка. А может, я тебя подвезу на своём членочер... Кожаный членочер. Новые подкаты из Блейма. Так. Ну, чё, едут на лифтике. Шисизо. До сих пор не здесь. Он отстал. Ну, человека зовут Шисизо, если что. Шисизо. Уже, уже как бы, да, намекает. На его уровень. Что я от тебя слышу? Шисизо приближается. Стражи. После приёма отключи ресивер. Йоун. Прекрати передачу. Они нас засекут. Дерьмо. Стражи уже здесь. О, что? Повтори. Жукан, короче. Человек-насекомое пришёл. Человек-муха. Король-мух, короче, прилетел. Страж исчез с радара. Что это было? Подожди. Йоун. Ты куда? Гляну, что случилось. Не, на самом деле, рисовочка моё почтение. Экшона просто дофига. Сделана очень красиво. Он страж, он мёртв? Он мёртв? Страж. Страж мёртв или не мёртв вообще? Чё мы с ним вообще сделали? Страж-то жив? В чём дело, братишка? Подойди сюда. Что случилось? Как жаль, как жаль, как жаль. Никто никогда не встречал человека за пределами убежища. Вот удивятся остальные. Блё. Вот эти штуки прорисовывать, конечно, довольно тяжело, на мой взгляд. Уже неплохо. Ага, у него большая рана на лбу. Займитесь им скорее. Это ещё кто? Он что, снаружи был? Ты уже пришёл в себя? А? Ты пришёл в себя, дядь? Чего? Чего? Здесь есть кто-нибудь с терминальным ДНК? Ребята, у вас здесь есть кто-нибудь с терминальным ДНК? Скажите, пожалуйста. Удивительно, кто кроме нас выжил? Кто-то ещё? Ну, явно не бог выжил. Тот, кто может сходить, входить в сеть? Сеть? Не говорите, что это матрица. Как тебя зовут? Килли? Да, ну и улов. Меня зовут Килли. О, член на червь, член на червь. Головкой тебя схватил? Там пиздец просто. Я знаю, шутки моё почтение. Я только проснулся, ребят. Я ещё не в форме. Дальше будет ещё более крыжово. Мы только начали. Мы только начали набор высоты. Всё хорошо. Вообще, просто сейчас изи. Отдыхаем. Я выведу всех наружу. Эссеку, закрой задние врата. Ну, вы знаете, какая шутка здесь должна быть. Я думаю, можно предсказать про задние врата вообще без вопросов. Ну и вот. Вжум, короче. Задние врата вот так вот закрылись перед вами. А могли бы быть открытые задние врата. Хорошие, прекрасные задние врата. Ещё какая-то члена штука тут. Появляются. Вот здесь члены какие-то видятся. Я даже не знаю. Может, по Афрейду как-то. Вот члена червя ещё. Это члена чел. Это члена чел. Не черв, а чел просто. Человек-член, короче. Он весь состоит из членов. Его, короче, вот. Кил, короче. Килит. Просто вообще. Бух. Бомба. Пушка просто. Просто пушка его. Нифига себе. Дырка такая. Вы же снова открыли заднюю дверь. Да-да-да. Уходим отсюда. Быстро. Тебе лучше уйти. Скоро здесь будет ещё больше стражей. Ты знаешь, откуда они появляются? И вот эти идут, идут, идут. Эй, кто-нибудь видел Йоун? Вот это место. Вот это члена-член просто. Гигантский члена-чел, короче. Члена-бог какой-то. У нас были члены, члена-жука-члены, члена-бог, нет, черва-черви-члены, члена-люди и теперь члена-бог. Вот он, по иерархии. Распределяем по иерархии. Это тупо, тупо накачался так стероидами, там, я не знаю, надулся. Что ты делаешь? Они же увидят тебя. Вот и маленькие членники. На члене ещё членники... Простите, это вообще какой-то ужас. Вот это да. Не, рисовка моё почтение. Вот это вот головки всякие вот эти вот все прорисованные. Прямо моё, моё прочтение, красотища просто. Как будто бы я не мангу читаю, а гейнг-бэнг происходит, честно говоря. Никогда не думал, что я почувствую гейнг-бэнг, читая мангу. Но это похоже на то, на самом деле. Вот тут лежит кто-то. И даже люди научатся рисовать что-то не похожее на члены, когда они рисуют интересные темы. Почему? Это, наверное, самый большой минус пока что данной манге. И всё вокруг напоминает члены, кроме людей. Продолжаем. Не, мы, наверное, всю мангу так и просмотрим. Потому что, во-первых, очень быстро смотрится. Читать особо ничего не надо. Раньше были большие паузы. Именно из-за того, что мне приходилось, соответственно, читать вообще кучу текста. И потом перелагать его для вас. Соответственно, да? Это было относительно, ну, в общем-то, непросто. То есть я читаю отрывок, делаю пересказ. А здесь пересказывать нечего, на самом деле. Вот он ходит. Вот он что-то исследует. Он что-то тычет. Вот он что-то хавает. Вот члена... Члена зиготы какая-то там. Вот члена голова вот такая... Высовывается. И там у неё пушки всякие. То есть, ну, это пересказывать, по-моему, было бы уже довольно тупо. Ну, здесь как бы... Здесь очень большая ставка на визуал делается. И не показывать это было бы для... Как по мне... Как по мне не показывать это вам было бы очень ужасно и неправильно. Мы будем это вам показывать. Вы всё это увидите. Если захотите, потом сами полностью пересчитайте. Ну, то, что я вижу, мне очень сильно нравится, например. Вот эти вот все ходы. Бах-бах. Бум-бум. Вот эти вот штуки такие прикольно нарисованные. То есть, здесь основная составляющая. Ну, в общем, как и должно быть по преимуществу во всяких визуальных произведениях. Типа, ну, не новелл, наверное. Типа манги. Здесь повествование основное строится на, собственно, рисунке. Да, то есть, текста совсем чуть-чуть. Ну, вот эти вот все брум-бам только. Да, ну, вообще можно было бы убрать. Потому что и так понятно, что взрыв происходит. Брум-бам. Просто убираешь вообще вот. Все, весь нарратив строится на изображении. Собственно, в этом и заключается база, основа. Да, то в последнее время любят в манге просто понаписать просто полотнище текста гигантский. Причем очень обидно, когда эти полотнища текста очень некачественные. То есть, ну, может быть, это из-за переводчиков, кстати. Но в среднем все равно всякие манги очень часто страдают тем, что там переизбыток текста. Слишком много текста. Вот, как бы, и текста часто неинтересного. То есть, это тот текст, который на самом деле можно было бы пропустить. Здесь живут люди, спрашивают главные герои. Мне нужна еда. Все, все понятно. Че, вот девочка, вот мальчик. Мне нужна еда. Мальчик пошла нахуй, короче. На 40 этаже есть деревня. Но у меня еда есть. Но еда у меня есть. Что? Куда? Ничего. У меня было. Спасибо. И все. И прострел, короче. Бух. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Девчулю так просто пробило. Ой. Господи, мясо началось. Кровавое мясо. Не двигайся. Как я и думал, он обыкновенный человек. Вдруг он связан с властителями. Давайте убьем его. Ну-ка, дай мне свой пистолет. Ну вот. Так. Больше 5000 этажей снизу. Откуда ты? Так. Он врет. Столь отдаленного места не существует. И что? Ты просто идешь вверх? Я ищу ДНК с неизменными молекулами. Наверху ты не встретишь людей. И до этого уровня ведь не было ни одного. Так? Дай мне его вещи. Он попытался что-то сделать. Да, на его пнули. Да мне все равно, откуда ты идешь. Не попадайся нам больше. Ой. Че? Бля, что? Господи, буф. Че это за монстр, девочка? Ха. Девчуля. Веселая попалась нам, деваха. Просто дама. Дамочка. Дамочка. Попалась нам. Веселейшая просто. Ну, мы, короче, листаем все эти этажи. Поднимаются, поднимаются, поднимаются. Бегут, бегут, бегут. А-а-а. Да, бегут, 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 бегут. Ну, знаете, эту песню. Он был нашим последним нейроинженером. Теперь он нейромертвец, лол, да. Тебе нужны образцы клеток, есть способ лучше. И, опа, текст. Здесь недалеко, мои друзья. Если ты поможешь мне добраться туда, то сможешь сделать столько копий, сколько захочешь. Я могла бы тебе сделать копию. Я знаю, где есть записи о многих поколениях. Что здесь случилось? На, вон, посмотри сам. Я надеюсь, вирусов у тебя нет. Ну вот. Мы сделаем их. Ох-ох. Хейзен, иди сюда, Тохи еще жив. Бабушка, пойдем быстрее. Дерьмо, что это было? Бл-бл-бл. Мы тебя убьем. Скрежет, скрежет. Клац-клац. Тук-тук. Пок-пок. Ну, типа, да. Появились роботы. Роботы. Роботы появились. Что еще за властители? Они? Ты о властителях, что ли? Кто они? Сколько я себя помню, они были нашими врагами. Властители это властители. Ты ничего о них не знал? Лицо героя. Но моя система их не видит. Уверена, поблизости бродят еще несколько чистильщиков. Если увидишь, беги. Пытаться их уничтожить? Безумие. Жаль, что мы давно забыли, как управлять этими машинами. Это старые строители поговаривают, что правители по-новому используют древние технологии. Вот оно как. Вот оно как. Проклятие, у него ничего не вышло. У-у-у. Я убил всех. Мы роботы. Мы роботы. Ладно, я шучу. Если что, этого не говорится. Вы видите сами, что здесь ничего не говорится. Опа. По-собачьи. Роботы по-собачьи стоят. Смотрите. У меня впервые встал на робота неожиданно. Да. Вот это я понимаю. Мясо. Не, серьезно нарисовано. Мое просто почти. Это я в голове представляю, как будто бы уже манга идет, аниме точнее идет, покадровая. И, честно говоря, очень неплохо представляется. Хорошее у тебя оружие. А, нет, девушка говорит. Хорошее у тебя оружие, хотя это не так важно. Вот. Ну, поняли. Еще далеко. Эй. Эй. Эй, блядь. Эй. Суки. Роботы, блядь, хуярят со всех сторон. Что делать? Что нам делать с этими ебаными, блядь, роботами? Вы что, господи, да что вы, откуда? Ты как, члена черви, члена люди, члена бог, роботы со всех сторон. Интересный сетинг, интересный сетинг на самом деле. Что я могу сказать? Сетинг. О-о-о. Робо-роб, короче, главный, крутой, крутой робот. Я крутой робот. Я буду тебя пиздить. Я буду пиздить всех, короче. Я сильный робот вообще. И, короче, будет с грузинским роботом, с грузинским акцентом. Я тебя знаю, эй, лэ, блядь. Ладно, дагестанский, похоже, пошел. Ты убил одного из наших, лэ. Ну вот. Ежи, ежи, дон, дон. Ты знал, что властители нападут в этом месте? А, дон? У тебя есть другая запись, ДНК, дон? А ты был всего лишь образец, дон? Ладно, простите, я извиняюсь заранее перед всеми, кого это рассказывание могло оскорбить, да? Ну вот, прошу прощения перед великими мусульманами. В общем, все-все-все, короче, поклоняюсь. Ребята, простите, не хотел обидеться, серьезно. Вообще, вообще ни капли не хотел. Просто шутки. Вообще-то мы, простите, вообще-то мы просто проходили мимо, да? К тому же, властители все равно нас не трогают. Им плевать на людей. В любом случае, нам, киборгам, сложно постичь их разум. Блять, кстати, она отзеркалена. Я все это время не замечал, что она отзеркалена. Я гений. Гений просмотра манги, потому что обычно в другую сторону читается. А тут... Я, кстати, нашел место, где выращивают ваших детей и взорвал его. Ты че? Так это был ты. Не попади под выстрел. Ебать, сейчас будет я ей мясо. Че, блять? Оп, оп. Опа. Бам. По лицу. Ты нашла запись ДНК? Чего? Бах. Че, он выжил? Да как ты вообще можешь, чел? Ты че, сильно крут что ли? Ты вообще крутил там, пока один сидел в этой дырище, дырении. Верени, короче, сидит, короче, тут бам-бам-бам. Бум-бум-бум. Бах-бах-бах. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Полет. И приземление. И вот мы продолжаем веселиться. Продолжаем веселиться. Быстрее бы закончилась первая глава, потому что я чувствую, я за сегодня ее все равно не успею пройти. Хотя мы и быстро щелкаем, да, не постой, не постой, не уходи. Ты на самом деле существуешь. И Яки хочет видеть тебя, и все остальные тоже. Они вечно уничтожают наши пищевые процессоры. Было тяжело найти место, куда они заходят строители. Яки говорит, что эта зона расширяется, поэтому строители так активны. Это она сказала, что ты должен идти. Меня зовут Камои. Я путешествую с Яки. Я как тебя зовут? Чего? Почему тут нет стены? Сюда, сюда, отсюда. Можно ее увидеть. Откуда ты? Я родом из Якимы. Честно говоря, слишком далеко, чтобы рассмотреть. Это по ту сторону моста. Уже давно мы тебя ждем. Яки приболела. Пока мы путешествовали. Яки, это я. Яки пришла со мной из Якимы, понимаете? Она живет уже очень давно, и с каждым днем становится все слабее. Знакомьтесь, это Яки. Целитель Килли. Ты голоден? Я не целитель. Угощайся. Она все знает? Это Яки объяснила мне, как их делать. Я? Так, ты когда-нибудь видел надписи? Я не припомню. О, пробот. Эй, там еще один. Ты должен его остановить. А, так, целостроитель. Он, короче, остановил. Быстрее, вон тот здоровый. Вух, вух, вух. Раньше он был не так близко. Если ты его не остановишь, он здесь все переделает. Нет, это другой. Ну, кот. Он остановился. Остановился. Ха. Улыбочка. Да-да-да-да-да-да. Знакомо. Перестрелочки идут. О, боже. Буф. И стены прям. Ох. Как они. Ох. Бух. Буф. Туф-туф-туф-туф-туф-туф. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бум. Бля, Челика. Ну, за шо? За шо? Не волнуйся, целитель уже здесь. Нет никакого целителя. Не обманывай меня. Я всегда это знал. Но теперь это уже не важно. Грустно. Ну, че? Вторая глава, ребята. Вот мы так быстро идем. Очень хорошо. Первый том 22 минуты. Идем четенько по расписанию. По расписанию цу вылетаем. Ну, если дальше будет абсолютно так же. В принципе, я буду очень рад, во-первых. Что-то было не так мучительно, как читать целый онгоинг в 12 глав, как было в прошлые разы. Потому что за один раз это все осиливает довольно мучительно. Господи, член. Еще один большой член, короче. У автора какие-то проблемы с членами, судя по всему. Я могу тебя спросить? Ты можешь говорить? Подождите, я всего лишь. Ну, и все нормально. Похуй. Пошли дальше. Первая глава 73 почему-то. Страница. Дым. Значит, здесь есть люди. Ага, он только начал работать. Я никому не причиню вреда. Я только хочу кое-что спросить, блин. Только хочешь спросить. Надеюсь, мне удастся добраться оттуда с живым. Ага, удачного полета. Что за игнор? Чего тебе? Если ты ищешь работу, ничем не могу помочь. Ищу кого-нибудь с сетевыми генами. Каждый раз новые какие-то гены. Продолжаем. Так. Ну, что-то и текста больше пошло. Нет, что-то не припомню. Через три здания отсюда есть лавка, где торгуют стерилизационной жидкостью. Спроси там. Ходят слухи, что в Капитолии есть генный инженер Капитолий. Там тоже есть люди. Конечно же их нет. Место где ты что? Скажи мне, как туда добраться. Фу, ты. Этот... О, Господи, что за великанша. Этот малыш кое-что ищет. Говорит, хочет попасть в Капитолий. Возьмешь бедняжку с собой. Давай, малыш. Нами. Если парень маленького роста, это не означает, что он ребенок. Вокруг много разных рас и вообще. Нифига себе. Тут великанша есть. Это цунадо. Это была цунадо, ребят. Вы знаете ее. Великая цунадо. Закрой за мной, Йошио. Йошио. Тебе не приходилось быть помощником на кораблях? Нет? Ну что ж, в любом случае мы отчаливаем. О двери не беспокойся. Йошио закроет. Пиздец. Эти головы все, со всех сторон. Просто летящие головы. Да ты расслабься. Все равно, пока мы не долетим до трупа, нечего делать. Я слышал ваш разговор с менеджером в порту. Ищешь незараженные гены? Ты что, не знаешь об этом? Немало известно. Ты имеешь в виду людей, живших до заражения, тех, что могли подключаться напрямую к властителям? Властители, они есть и там. А ты что, не знал? Это место здесь называют покинутым уровнем. И власти очень давно им интересовались. Откуда же тебя занесло? Издалека я пришел снаружи по мосту. Нелегко же тебе пришлось. Ну, даешь. Я тоже, когда помоложе был, бедокурил. Как сейчас помню. Я не ребенок. Мой период роста давно закончился. Теперь ты мне напомнил. Я слышал о таких людях. Ага, тот парень тоже говорил, что пришел издалека. Хочешь, я спрошу в доках корпорации об этих генетических делах корпорации? Биоэлектрическая корпорация покупатель нашего груза. Большая научная группа Капитолии. А вот и трубы. Приготовься. Сейчас нас атакуют с киви. С киви. Помнишь те белые ублюдки? Они для меня все на одно лицо. Там сзади оружие. Возьми его, будь наготове. У меня есть свое. Тенатан, взгляни на это. Ну вот. Вот это мой размерчик. Мой размерчик, как говорится. Мой. Ой, господи. Вот это просто положили болт. Положили сверху болт. Так. Ну, господи. Старые знакомые. Ну, нормально, нормально. Бэтл рояль опять. Чмяк, чмяк, бэм, бэм. Хватайся за что-нибудь, если тебе жизнь дорога. Малыш. Капитолию уже близко. Держись. Малыш. Ого. Докеры, корпорации. Красавчики-то какие. Хотя бы на члены не похоже. Уже неплохо. Ну, основная проблема всего, всей манги заключается в том, что большая часть антагонистов это члены пока что. Ну, читать я все это не буду. Значит, они не собирались нас грабить? Протри глаза, парень. Хибыть. Бофф. Пиф. Пум. О, господи. Уматываем отсюда это гравитационно-лучевой излучатель. Йо. О, господи. Опять члены люди. Это опасно. Это опасное создание. Члены люди самые опасные из всех живых существ, я считаю. Ну, вот это я понимаю. Вот это я понимаю, ребят. Мы прям полностью прочитываем мангу Blame на стриме, так что вот смотрите, как круто. Полное прочтение. Если хотите полностью ознакомиться с Blame вместе с Александром Шадовым, вот у нас отличный контент. Я даже так в названии, наверное, и напишу. Че, в целом мне очень нравится. В целом довольно солидненько. В целом красивенько. И главное, молчаливо, лаконично. Ты знаешь, где находится корпорация? Вот там. Ну, в общем, да. Кручу я, конечно, быстро. Что это сейчас было? Казнили рабочих, которые выступали против корпорации. Ты пришел снаружи, да? Если тебе нужна работа, иди в офис корпорации. Там тебя регистрируют. Но если ты здесь для чего-то еще, иди вниз. Там ты найдешь других. Вот они другие. Опа, идем вниз, и там другие. Вот эти другие. Стой. Ты килли? Че за... Почему он Карлан-то такой? Че за карлик? Почему все нормальные? Что на самом деле? Он ошибки быть не может. Эти сведения мы украли прямо из конторы. Это утром устроил погром в доках. Если у тебя есть гравитационный излучатель, так, так. Мы рабочие в рабстве корпорации уже много поколений. Ты слишком долго ждал этого шанса. Нам нужно твое оружие. Ты нам поможешь? У меня есть дело к ученым корпорации. Извините, я не могу вам помочь. Просто оставь нам ствол и уходи. Просто разбомбил батя их. Батя крут. Батя крут. Батя крут. Батя босс. Батя. Батя бог. Батя. Батя сверхчеловек. Батя как Ницше просто. Ебать их просто будет он. Как чертила. Опа. Какой сексуальный рабочел. А он просто с ноги. Просто с ноги всех выносит. Ему даже эта лучевая пушка-то не особо нужна. Чуть-чуть чупакабрики там, видите. Ждут. Ждут чупакабрики. Опа. Вот это я понимаю. Я понимаю. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вот это прыжочек. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вот это нихуя себя она и рубит. Что? Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Это опять этот красавчик. Не стреляй. Все в порядке. Я немного подправила стража. Так что, чтобы он тебя не видел. Я не могу двигаться. Ничего. Ты хочешь отсюда выбраться? Так почему бы нам не помочь друг другу? Сейчас я выгляжу не лучшим образом, но когда-то я была ведущим ученым на этом объекте. Я немного знакома с внутренними текторами. Это гравитационный лучевой излучатель. Как бы мы ни старались, но так и не смогли воспроизвести эту технологию. Где ты его нашел? Ну человек просто пушечка есть. В общем в корпорации должны быть файлы. Одному туда идти бесполезно, чтобы на эти данные тебе нужны мои знания, возьми меня с собой. Ну бабуля, бабуля забей. Какая-то робо-бабуля короче странная. Вот так и вот бывает. Робо-бабушка. Сначала записи, потом тела Килли. Я не смогу сдерживать стражей, когда войду в систему. Понял? Ну что ж, поехали. Окей. Опа, и стражи полезли, поползли. А теперь мы начинаем Tower Defense. С одним этим лучевым лазерным пухотроном. Будем сейчас бам-бам-бам-бам. Бух-бух-бух. Это технология, которую не смогли воспроизвести, понимаешь? Эй, Килли, запомни расположение этого главного нервного центра. Все стражи по пути отключены. Крут. Ты кто? Кто такой? Интересный нарушитель. Стражи не могут тебя зачесть. Ну раз уж ты здесь, давай послушаем, зачем. Я ищу сетевые гены. И хотел бы увидеть личные данные рабочих. Чего? Чего? Все такие бам-бам-бам, брым-брым по нему. Бам-бам-бах-бах. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Чего? Он руки лишился. Алло. Ну сейчас он как-нибудь присобачит на место, наверное. А вот эта тёточка. С мегабомбой паупушкой. Если что, я пришла помочь тебе. Ты же ведущий учёный Сибо. Бип-бип. Давно не виделись, мистер президент. А, почему ты здесь, Сибо? Твой приговор ещё сильней. Заткнись. На этот раз ты проиграл. Бум-брым-брым-брым-брым. Класс-класс-класс-бип-бип-бип-бип. Бам-бам-бам. Бум-бам-бам-бум. Бум-бум-бам-бум. Вот членик какой-то опять. Би-би, пляск. Килли, президент, пристрели его. Но у нас еще нет файла. Какой смысл уничтожать нервный центр? Здесь нет незараженных генов. Прошу тебя. Пойми, их методы органического конструирования изначально не верны. Я не хочу снова проиграть. Ну окей. Просто поверь мне. No problem. No problem. All right. All right. Килли гений просто. Я тоже всегда верю. Телкам. Первым встречным. Прямо оп. Не, я ни в коем случае тебя не наебу, чел. Все нормально. Просто дай мне миллион-миллион долларов. И я потом верну три. На следующий день. Давай. Я не буду это читать. Я уже устал, честно говоря, зачитывать. Однажды мы синтезировали их и получили доступ в сеть. Ага. А сетевые гены. Ну понятно. Все окей. Ищут сетевые гены, чтобы войти в матрицу наконец-то. Ну шутка. Про матрицу. Ну а излучателем. Я иду с тобой. Где-то наверняка есть сетевые гены. Заработал светительный сектор мегаструктуры. До того, как мы достигнем вершины, пройдет почти десять световых циклов. Красиво. Много и красиво. Красота. Ведущий ученый СИБА. Меня сюда перевели недавно. Так. Ну в общем это я зачитывать не буду. А вот и полная копия носителей сетевых генов. Вот так она выглядит. Краткий пересказ. Вот смотрите, как эту штуку насадили. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Что же плавает в этом резервиваре, ребят? Источник питания Капитолия. Круто. Да. Да, да, да. Ну я сейчас опять пропущу немножко. Ну короче у них что-то там удалось и вдруг появляется какая-то мега ебака. Ну это уже вроде знакомая наша ебака, нет? Разорвить соединение. Остановить эксперимент. Бам. Ту-ту-ту-ту-ту-ти-ти-ти-ти-ти-ти-чи-чью. Осторожно, не двигайся. Бам-бам-бам. Пуф-пуф-пуф-пуф-пуф. Просто гэч. После я была восстановлена из резервной копии. И даже такой взрыв не смог повредить мега структуру. Да. Поэтому когда мы достигнем вершины, я буду рассчитывать на тебе. Мега структура, блин. До вершины недалеко, ребят. Бежим. Нормально, руку пришили. Кайф. Ну, всех этих чпокеров, короче, убивают. Потому что чпокеры слабаки всякие. Чпокеры жокеры. Джокеры против джокеров всяких. Позорные джокеры. Ненавижу пожорных джокеров. Позорные джокеры. Жокеры пожорные. Ненавижу их. Страшные пожорные джокеры. Чиры-ды-ки-и-и-и-и-и-и. Оно пытается что-то сказать. Ки-и-и-и-и-и. Не могли бы вы говорить помедленнее. Скорость вашей речи выходит за пределы нашего восприятия. Оптимальная длина звуковых волн для базовой реальности. Вы меня слышите. Мы слышим вас. Кто вы? Правители с уровня управления сетевой сферы. Для того, чтобы передать сообщение существу килли, мы загрузили прокси-организм. Из-за хаотических заражений мы не можем остановить связь с тобой напрямую. Мы знаем, что вы люди, прикладываете массу усилий, чтобы взорваться, вырваться из своей изоляции. Но несмотря на все ваши попытки, вам ни разу не удалось этого сделать. И неважно, какие методы вы для этого используете. Любой контакт с людьми без сетевых генов вызовет контрмеры со стороны хранителей. Эти защитные меры совершенно не зависят от сетевой сферы и даже на уровне управления мы не в состоянии что-либо предпринять. Блядь, да это дальше просто гигантский диалог. Я пропущу и коротко изложу его потом, если там есть что изложать. Короче, килли, ищи, ищи человека, в общем, ищи его. Он должен быть найден, этот человек с сетевыми генами. Ну вот. О-о-о-о, началось веселье. Началось мясо. Мясо, мясо, мясо. Рубил его. О, люблю, люблю такое. Все. Мои электромагнитные сенсоры эффектируют большое количество импульсов, посылаемых к этой башне. И на этот раз они загрузят что-то больше, чем предыдущее. Вот сейчас что-то... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Открылась она. Какая круть. Как же все круто нарисовано. И вообще фанат. Апатичный фанатик этой манги теперь. Серьезно, Blame очень крута. Вот это реально манга с большой буквы. М, 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 М. И вот третья глава, ребята. И вот третья глава. Идем с периодичностью в 20 минут. Один том. Ну, это на самом деле достаточно медленно. Но все-таки как-нибудь. Хоть-хоть как-то. Вот и подъемчик дальше. Как ты думаешь, что это? Не знаю, но судя по всему, это не часть города. Там что-то движется ближе к центру. С момента нашего появления на этом ярусе моя вторая сетчатка ведет себя странно. Там внизу целая толпа строителей. Надо этих строителей убить. Они собрались вокруг той башни из странного материала. И я такой никогда не встречала. Люди там есть слишком далеко. Я не могу разглядеть. Вон там. Я чувствую присутствие органики. Очень много. Точно посчитать не могу. Похоже на людей, но они не двигаются. Это здесь. Пах. Пуф. Вот эти походы. На этом ярусе были люди. У них очень странный генотип. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, судя по всему, их рот давно ответвился от нашей эволюционной линии. Не может быть. У них были сетевые гены. На всех трупах следы мутации. Похоже, что вся раса была заражена. Их язык немного напоминает наш. Они должны нас понять. Ну, что-то живое. Ты управляющий? Что здесь произошло? Мы не удержали оборону этого поселения. Вы были атакованы хранителями? Бегите они близко. О, вот и хранители. Люблю, когда хранители появляются. Сразу просто берем и листаем, и смотрим. Пиу-пиу. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду Батл-рояль продолжается Какая красивая жопка у неё, конечно Вот так и должна выглядеть моя девушка, я считаю О, да, вот эти вот практики С нанесением урона, моё почтение С отрубанием рук Мне мечта Мечта просто Просто мечта Что может быть лучше? Пш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- правая рука не двигается и чем это она его так эти иглы впрыскивают яд обычный человек умирает мгновенно откуда у хранителей гравитационный лучевой излучатель на этом уровне есть место где живут люди не успели следовать его полностью на какие-то поселения наверняка есть на этом уровне есть цилиндрические строения но вы поняли внутри там могут быть люди да но неизвестно если среди них носители сетевого гена неизвестно ты не можешь проверить если у них есть не зараженные сетевые гены вот мы можем получить оттуда доступ в сетевую сферу мы даже не пытались проникнуть внутрь этих строений без приказа человека обладающий терминальный днк мы управляющий не сможем туда войти но ничего не мешает разведать все самим у вас терминальная днк ребят сетевая или нет если верить управляющему это где-то здесь кажется поселение заброшено это ведь не только нервы на левой руке задело так ведь постойка я чувствую я чувствую людей говнищем запаху наверное там бам опа человек вот так и выглядят люди что вы делаете человек болен не прикасать сниму все порядке мы его не обидим он умер да не волнуйтесь здесь нет вашей вины и я санакан вас как зовут кто не смог спастись от хранителя не знающий многих убили и как вы тут даем протянули до сих пор здесь есть одно место где много людей не но выходить наружу очень опасно ты можешь показать где это место что-то не так сиба мои сенсоры не работают кто-то их глушит это из-за толстых стен они блокируют сигнал опять кто-то о старые знакомые поехали мои любимые моменты когда мы просто прокручиваем боевые сцены ну просто мы их видим да они так как мультики проходят дай-ка я воспользуюсь твоим пистолетом пил пил нет пошла нахуй мой пистолет это мой блять пистолет гнида блять никому не дам свой пистолет на мой пистолет это мой пистолет твой пистолет это твой пистолет ты поняла собака тварь тварь гнида сволочь мразь я не отдам свой пистолет не ждали сами все в порядке раненые есть отец помоги мне мы можем не успеть как бы я же не могу носиться как вы молодежь еле догнал и спину ушиб проклятие он без сознания он очень плохом состоянии отец если не поторопимся он точно умрет вы куда шли то сейчас вам лучше повернуть в нашу деревню там мы поможем чем сможем было бы неплохо спасибо вам вы бы шли к нам ребенок показывал нам дорогу но без вас отсюда же можно разглядеть нашу деревню вон там это ваше поселение и вот короче сиба дальше идем молча нам надо проскочить в эту трубу как можно быстрее здесь мы легкая добыча для хранителей так пук пак дальше идем на грузовой платформе и держись отцу оттуда подальше это опасно нельзя ходить на пути звать тебя как как ее звать ребят поняли надо стараться погрузиться всем сразу и быстро мы не знаем когда платформа тратится не рисовка мое почтение диалоги жалко жалко это будет неполный да все таки просмотр диалоги мы почти полностью пропускаем к сожалению но вот большие потому что иначе видео займет очень большое количество времени но все таки сейчас я все прочитаю и расскажу вам чего было ничего важного в общем вот хранитель появился еще один там стоит о строитель от строитель простите их тут много но они никогда не беспокоят людей все короче у кого материала тяжелая промышленность то да так мы называем это место сиба а ты откуда знаешь там написано где вот эти символы что ли эти слова я знал это слова ухты они могут их читать она же ученый ух она же ученый мать ваша она же ученый конечно печеный так что долго грудится сорян блины что в общем они продолжают путь у меня там небольшая прогрузка длительная была ну да ладно предоставьте это зору можно тебя на минутку сиба мы хотим показать тебе кое-что вы никогда не слышали здесь о ком нибудь обладающим сетевыми терминальными генами а зачем они тут это так давно было наверное вы правы это же мы думаем что это вход в тяж пром тоа но мы не знаем как его открытие его годами никто не трогал это же слова да что здесь написано в экстренном случае шахта может быть открыта вручную разбейте пластину в центре и потяните за рычаг внутри продолжаем пробуждение о композитный многослойный были насчет 3 том на самом деле я думал уже 4 ты кажется пришел в себя все еще не так в твоих зрачках не обнаружено следов заражения ты не являешься носителем сетевых терминальных генов чего что с тобой я начинаю понимать смысл тех знаков о кажется нашли девчонку что это сиба будь осторожна отец тише в этом проходе меняется угол гравитация отец что вы там застряли подожди к суть езо зачем это место тут же ничего нет никогда не подумала глядя снаружи на тяж пром тоа что здесь внутри может быть столько места даже несмотря на то что ты выглядишь здоровым тебе лучше не перенапрягаться зуру су тео вернулся они были внутри тпт отец как ни крути но это не пахнет нефтью кроме шуток там этого полно килли нашли кого-нибудь внутри ты уже уходишь ухты ты уже настолько выздоровел что можешь ходить мы пока не знаем есть ли там кто-нибудь это место действительно очень большое завтра мы возьмем людей и разузнаем больше а ты давай отдыхай тогда сможешь пойти с нами ну что ж мы нашли отличное место надо пережить внутри тпт мы будем не зон досягаемости хранителей и все благодаря вам ребята спасибо назад килли ты что отойди от нее блин батл рояль мы хранители уничтожим любого кто вторнется на территорию только то без сетево генов тут училась ябл и башенков и башенку порошенко просите краси красивая кроссовочка красовая красивая это она просто битва короче ты не можешь стрелять из своего пистолета ты зацепишь тпт и будет очень плохо бах бах бум бум бих бух красавица о повалил девчонку девчонку так и надо секс начинается именно так это как в братья 2 ну чё ты да ладно да ладно чё ты хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе ну батл рояль хорош хорош пригож хе-хе-хе-хе-х Geek com Помоги нам нести раненых. Чё-то он никуда не поможет. Куда тебя? Он пришёл потушить пожар и сделать ремонт. Ты умеешь разговаривать со строителями. Никогда подобного не видела. Бедняжка Зуру. Зачем тебе голова Сутеза? Что ты собираешься с ней делать? Если не считать ликвидаторов, я никогда не видел хранителей такого высокого уровня. Они наверняка атакуют нас снова. Эта внезапная атака убила почти всех рыболовов. Отец во второй раз нам не на что надеется. Да уж, сам догадался. Передайте всем, и как только подготовка закончится, мы укроемся внутри ТПТ. Зуру, я знаю, я скоро закончу. Я скоро закончу. Я скоро закончу. Ладно, простите, сразу извращение спроснулся. Вы консервируете органы погибших. Мы передаём секреты этой техники с поколения в поколение. Сейчас это всё, что мы можем для них сделать. Так, ну вот. Как там, плохо? Всё ещё слишком жарко? Да ладно. Мы хоть к выходу можем подобраться. Нет, строение очень сильно повреждено. Всё бесполезно. Это единственный вход в ТПТ. Нет, есть ещё ближний, но ближайший очень далеко отсюда. У нас раненый багаж. Мы не можем со всем этим быстро двигаться. Келли. А как дела у того строителя? Он только начал ремонт. До полного восстановления пройдёт 2160 часов. Да, толку от этого строителя никакого. Келли, научи меня разговаривать со строителями. Я приведу сюда вон того большого. Сиба, ты вправду туда собираешься. Это займёт много времени, если я пойду на грузовой платформе. Ой, блин. Сиба, что с тобой? У тебя кровь течёт? Теперь я понимаю сигналы строителей. Ладно, я скоро вернусь. Подожди, этот парень пойдёт с тобой. Ты хочешь привезти строителя? Самые большие грузовые платформы там. Поторопимся. И что он думает сделать с таким маленьким пистолетиком? Да ещё и против хранителя. Что? Что это? Поехали. Что за дрожь земли? Хранитель? Ври! Вот это красиво нарисовано. И поехали. Заканчиваем третью главу. Великой битвой. Бог члена богов появился. главный члена член и вот их куча всяких монстров адских монстрики строитель смотрите там сиба стойте это сиба управляет строителем она рассчитывает расчистит вход в тпт член летит панчи 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 куча членов короче еще куча болтов со всех сторон табой все в порядке ты выглядишь странно, все нормально, я подключена к мозгу Килля, моя голова. Все внутрь живо. Опа, старые знакомые. Бах. Нам не следовало тебя восстанавливать, ты не был зарегистрирован как хранитель. Регистрация, о чем ты? Мы вынуждены отказаться от тебя здесь и сейчас. Ну, а хули, вот что думали, он нормальный, обычный человек? Я уже вижу внешнюю стену, еще немного, Сиба. Так, строитель остановился. Еще глава, да? О, нет, четвертый, четвертый том, ребят, четвертый том, переходим на четвертый том, ура, изи. А, вот, теперь справа налево, наконец-то. Наконец-то справа налево, задолбали, господи. Вот, сейчас будет битва с боссом, босс-файт, бах-бах, ду-ду-ду-ду-ду, Сиба, не умирай, быстрее отключай. Бам-бам, бинг-бонг, динг-динг, друнг-друнг, ку-ку-ку-ку, бум-бум, короче, блять, как охуенно нарисовано, серьезно, божественно. Вот и начинается Биба. Короче, Дивуля, она здесь, это сетевой интерфейс хранителя. Здесь наши возможности ограничены, и мы нуждаемся в твоей помощи. Ну вот, она может памяти лишиться, синенькая наша, наша подружка-то. Ну вот она, если я вернусь в базовую реальность, то все равно умру, поэтому я согласна. Электронное тело. Круто. Фух. А эти продолжают драться. Бам. Бам. Чё, прям победа. Ох, хорош. Изи. Кого черта, что происходит? Отец, вход здесь. Надо сдвинуть эту глыбу. Этого достаточно, мы должны уйти как можно глубже внутрь. Господи, какая охеренная манга, серьезно. Моё почтение. Очень много чего нарисовано, и очень мало проговорено. Есть только некоторые моменты, где они просто говорят. В большинстве манг ты просто как будто бы читаешь большой, огромный текст. Контроллер, я хочу спросить вас о кое-чем. Пусть и не идеально, но все же ты хорошо держишь связь. Продолжай в том же духе. Келли на самом деле хранитель. Келли не является секретным агентом системы первоначальных хранителей. Чё-то её распинают. Ой-ё-ё-ё-ё-ё. Как её насилуют-то тут. Ту-дум-м-м-м-м. Ну чё-то её в общем раздели, разнесли. Чё-то её в общем разнесли. Что-то тут происходит странное. Дальше. Оп. Проклятие заклинило. Кто-нибудь, помогите мне, если мы не вытянем эту штуку, дверь, если мы вытянем эту штуку, дверь откроется. Еще не открыли, отец. Ну, это вроде слева направо, читайте. Справа налево, а я туплю. Я теперь туплю, я привык по-другому. Как же, мудаки, блядь, почему они не отсканировали? Зуру быстрей. Вот это бомба. Вот это бимба огромная, гигантская. Вжух, вжух. Господи, как же круто. Как же круто нарисовано. Какой крутой пистолет, какой крутой монстр. Какой крутой выстрел. Как круто сейчас ему зарядят прям по лицу. А, вот сейчас прям предвкушаю. Бам! И... Да! Этого мы все и ждали. Этого мы все и ожидали, соответственно. Какая красотень. Какая красотыща. Какая красотуля. Какая красотища. Тыща, 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 тыщ. Тыщ, 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 тыщ. Как же все это классно. Все ушли. Вперед. Лица персонажей бесценны. Не стреляй. Сибо. Бибо. Для того, чтобы привыкнуть ему, тебе понадобится... А, как ни странно, иметь тело без органов. Так странно иметь тело без органов. Для того, чтобы привыкнуть ему, понадобится время. Все внутри. Думаю, да. Когда я оказался здесь, дверь была уже открыта. В любом случае, может быть, стоит войти внутрь. Контроллер сказал, что резервное пространство было отделено от сетевой сферы. Он... Но он ничего не сказал о терминальных генах. Но... Вход. Ну вот, бег продолжается. Ой. Оу. Эу. Сетевая сфера, вероятно, не может вмешиваться в дела на территории тяж-пром-тоа. Контроллер сказал, что ликвидаторы не могут находиться в цилиндре ТПТ. Именно поэтому хранитель не смог туда войти сейчас. Есть один. Плохо. Видимо, хранитель что-то сделал со входом. Нам нужно найти другой выход. Давай поспешим. Есть один. Видишь его отсюда? Бум-бум. Тум-тум. Тик-так. Здесь сильное электромагнитное излучение. Да ведь над нами. Мега структура. Структура. Мега структура над нами. Бинг-бонг. Бинга-бонга. 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 Ну вот. Соответственно. Бафф. Что-то ее опять кроет. Оооо. Да. По классике. Опять женщина превращается в свой настоящий прообраз женский. И мы видим женскую силу. Вумен-пауэр. Вум-вумен-пауэр. Трумэн. Трумэн-пауэр. Да. Сиба. Ну Сиба там пока коребали, как я помню, неплохо. Тяжелая промышленность. Това. Ну конечно они добрались до этой тяжелой промышленности. Ооо. Она жива. Круто. Пойдем. Мне кажется лучше. Ха-ха-ха. Да, мы помним, как тебе было прикольно. Поток приказов от хранителей становится все сильнее по мере приблизения к мегаструктуре. В тот момент, когда я оказалась на территории ТПТ, сознание Санакан исчезло. Ошибки быть не может. Контролеры и хранители не могут входить на территорию ТПТ. Она независима от мегаструктуры. Но здесь мы можем найти сетевые терминальные гены. Кили, как твоя рука зажила? Осторожно, здесь нет гравитации. Я волнуюсь за Зуру и остальных здесь внизу, короче. Было бы неплохо найти карту этого места. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Вот они идут по этому месту. Какое-то оно беленькое. Всякие роботы-боботы. Похоже на те костюмы, что носят рыболовы. Но форма немного другая. И по размеру больше подходит тебе. Тебе. Постой. Если тяж пром, то функционирует независимо. Должна быть система управления. Хорошо бы ее найти. В принципе, я могу подключиться отсюда. Я подключилась. Быстренько, быстренько. Это система управления очистительными емкостями. Но я могу выйти из нее в основную сеть. Хрусть. Ой. Блядь, она отломала себе палец. Чего, блядь? Ебанулась что ли? Все в порядке. Судя по всему, меня попытались отследить. Так что я прервала связь. Ты палец себе отрубила. Невероятно. Система управления ТПТ является искусственным интеллектом и обладает собственным сознанием. Это очень опасно. Делять систему управления интеллектом и способностью к самообучению. Сейчас она явно хотела меня убить. Мне кажется, я активировал своего рода психологический барьер. Что, у нее палец опять отрастет? Что, мало-помалу начинает понимать, как пользоваться этим силом. А-а-а, да, она прокачалась. Я понял. Я понял, она прокачала уровень. Сюда я была подключена всего мгновения, но успела загрузить карту. Это передгородка для экстренных случаев. Киберги используют подобные вещи. Наверняка была причина, по которой они решили ее закрыть. Перегородка врастает в материал коридора. Они очень осторожны. Я поищу другой путь. Уи-уи-уи. Уи-уи. Уи-уи. Динь-динь-динь-динь. Вот он появился. И вот он, этот щел. Он такой крутой. А-а-а. Ебальник. Мое почтение. Хранитель. Нет, они же не могут здесь находиться. Келли. Внутри тяж промтоа Оружие хранителей не работает Эээ, ха, смешно Лоу, чел лоханулся Существо Кили давненько не виделись Мы кремниевая жизнь Помнишь, ты сделал Немало ужасных вещей нашим Товарищам, не так ли? Ну а потом за тобой какой-то Такой старый драдор-должок И сейчас ты будешь рассчитываться Типа того Как-то так Кремниевая жизнь Будь осторожным И даже без своего пистолета Этот парень очень опасен Нет, я буду убивать его Медленно Бфф, началось Моё любимое мясо, мясо Битвы, ох, уворает У вороты, провороты, завороты И тут наша девчонка Сиба Тоже начинает драться Её проткнули Но мы привыкли протыкать девчонок Это нормально Девчонки вообще Вообще нормально относятся к тому Когда их протыкают Вообще, девчонки созданы для протыкания Если что И вот они протыкают друг друга И дерутся Ну почему именно сейчас? И вот оно пошло, короче Баттл Роя Оооо, появились белые какие-то чебурехи Вот это да Против чёрных чебурахов Я Минсап Я представляю волю колонистов ТПТ Вы посланцы сетевой сферы Мы неоднократно отвергали Помощь хранителей По нашей договорённости с контроллером Вмешательство запрещено Немедленно покиньте это место Ээээ Ты убила их для нас? Только что Это была не я Минсап Не пора ли тебе сдаться И остановить И оставить колонистов? Сию Уничтож захватчиков Уи Уи Началось Эй, ты О Феи Это существо понимает наш язык Определённо Он же смотрит в нашу сторону Ты можешь двигаться? Сюда, быстрее Сюда, поднимите ещё чуть-чуть Тише Мы Тише ты Замолчи, тащи А что насчёт них? Всё в порядке Дальше не ходи за нами Мы на месте Ублюдак Тёлочку разрубили Айви Айви Быстрее Убери его Постойте Постойте Я могу идти Сама Киль Что произошло? Может быть лучше зайти внутрь Там мы всё объясним Какое-то время Отсеком номер 8 До прихода киборгов Она была хорошая А потом Значит она действительно Искусственный интеллект Номер 8 В общем-то Подождите Сколько всего Отсеков Тяжпром То 13 13 Не может быть Искусственный интеллект Вы хотите сказать Что здесь 13 Систем управления Киборги Тоже Захватили Остальные Мы не знаем Минца Потрезала связь С остальными отсеками Ну вы поняли Так-так-так-так Или Если мы сможем Снационально Уфанавливать Искусственным интеллектом Тогда нам возможно Удастся найти Кого-нибудь Сетевыми терминальными Генами Давай попробуем Правда Спасибо вам Но сначала Надо вылечить Твои раны Что это? Эта машина Выполняет любой запрос От пользователя Минца Похраняет ее Как зеницу ока А мы Обслуживаем Эту технику А здесь Вы Наверное Делаете запрос Постойка Ты не можешь Ее использовать Мы Сделаем Все за тебя Я бы хотела Попробовать Сама О, она все может Невероятная технология И Что именно Ты заказала Питательные вещества И материалы Которые Мое тело Может легко усвоить До нашего Здесь появления Мое тело Претерпело Массу сильнейших Изменений После чего Я несколько Ослабло Но благодаря Этой подпитке Я снова в норме Спасибо вам О нет Минсап идет сюда Что? Сью Был здесь Здесь он Намерен Себя вылечить Сью Нам надо бежать Сиба Что ты делаешь? Подождите Мне еще Кое что нужно Быстрее 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 Поблизости Есть переходы В другие отсеки Есть один лифт Но сейчас он отключен Нам И такой вариант Подойдет Веден из туда Так Кнопка не работает Двигаться Лифт двигается Сейчас Лифт направляется Седьмому отсеку Вроде все в порядке Остановился Это Минсап Не закрыли Доступ Лифт Лифт Начал двигаться В обратном направлении Мы проехали То место На котором Вошли Куда У нас Везет Такими темпами Мы скоро Покинем Пределы Отсека Они уже Захватили Этот отсек Если так И будет Продолжаться Дальше Они скоро Будут Восьмом Их источники Энергии Отключились Мы выше За пределы Зоны влияния Минсап Килли Если мы Не вернемся В восьмой отсек Эти ребята Погибнут Опа Крылышки Давай-ка Возвращаться Надо встречаться С Минсап Ну и вот О Том 5 Глава 25 Ну Мы я думаю Том 5 Ну сейчас Оселим Потом Я себе Небольшую паузу Устрою Ибо Ну все таки Все равно Долговато Читается Несмотря на то Что Перелистываются Страницы Довольно быстро Да Но По времени Все равно Это достаточно Прилично Оказалось Там 10 томов На самом деле Я что-то Думал 8 А на самом деле 10 Здесь Меняется Угол гравитации Это опасно Так что Давай воспользуемся Боковым проходом По шахте Спустимся Быстрее Килли Тут слишком тесно Чтобы раскрыть Крылья Так Красной парашют Я не знаю Сиба В чем дело Что происходит Мы вернулись В норму Я так рад Мы покинули Восьмой отсек Мы умрем Все в порядке Похоже Сейчас мы На территории Под контролем Минсаб Вы ведь Вернулись В свое Прежнее состояние Сиба Так Что Так что Там что-то Есть Кремниевая жизнь Чувак Чувак Бьем Эту Кремниевую жизнь Хватит Он полностью Парализован Я попробую Подключиться К его мозгу Хочу узнать Что известно Кремниевым Но они Другая раса Так что Не уверен Подойдет ли Формат Почему вообще Все их разных Создания Называют Другая раса Вы че Раса Вообще Плохое Слово Неподходящее Здесь Вы че Курите Вообще Когда Придумываете Всю эту херню Че вы там Накуриваете Ребят Не реально Это очень странно Это язык Программирования Почти как у хранителей Что за У него есть Нечто Наподобие Вмогательного мозга Модификация Похожа на Человеческие Я захватил Его создание Кили Одолжны мне Свой внешний Интерфейс Чтобы я смогла Передать тебе Данные Начинаю Допрос Что вы такие Что вы делаете В тем же Промп То Кремниевая жизнь Независимая сила Которая существует Вне сети С древних времен Мы здесь Для того Чтобы уничтожить Сетевые терминальные гены Что за чем Чтобы блокировать Способность Сетевой сферы К восстановлению С помощью Человека Носителей Сетевых терминальных генов Это цель Всей кремниевой Жижи жизни Почему вы Преследуете Эта цель Цель продолжает Сеть должна Пребывать В хаосе Прошу Пощади Чтобы наша Продолжала Существо Поп 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 Раса Что вы заставили Это вы Заставили сети Город Выйти из-под контроля Нет Произошедшее В начале Хаос Был вызван Не нами Тяж Промп То Был человек Носитель сетевых генов Это можно узнать Бру Только Непосредственном Контакте С людьми Присутствие Здесь кремниевой жизни означает Что есть еще выжившие люди Так Где Мы ищем Восьмом отсеке Оставшихся людей Которых Прячет Менсаб Но прямо сейчас Наш отряд Загнал Менсаб В угол Очень скоро Мы узнаем Где прячутся люди Менсаб Где это место Вряд ли раны Суа уже зажили Менсаб Жуткая Но без Этих двоих Восьмому отсеку Конец Так что же нам делать Госпожа Менсаб Нужно разрушить их барьер Госпожа Менсаб Телепортируйтесь Кили бегите Попадете в зону Телепортация Он этого и хочет Рассеивание отсека Красотища Красотища Очень атмосферная штука И опять же Минимум текста Конечно делает Прочтение Очень простым Очень много Графических элементов Которые передают Там движение Состояние Очень динамично Читается И очень динамично Выглядит Что самое главное Тоже Мое почтение Реально графическое Произведение В котором Нарратив В котором Нарратив Передается Вот так вот Это очень круто Наконец-то Я встретила Живого человека Ты не Понимаешь Да Я засекла Сильное нарушение Магнитного поля Поэтому пришла Посмотреть Как и тот Киборг Приятно Познакомиться Я Сиба Как тебя зовут Килли Это он Последняя модель Кремниевого Киборга Мое вооружение Против него Бессильно Бежим Килли За мной Во всякий случай Передислотируемся Еще раз Тут сойдет Сколько еще человек По имени Сиба В биоэлектрической Корпорации А Есть только я Ты знаешь о корпорации Да Я встретил там Сиба И сюда мы пришли вместе О чем ты Она здесь Без понятия До того как меня забросило Сюда Она была рядом Вот как Я пришла сюда Одна Это должно быть Наша первая встреча В этом отсеке Я оказалась Не так давно Ни одно измерение Не имеет здесь смысла Пространство и время Стремительно меняются Возможно наша мировая линия Немного смещена Кстати ты говоришь Что тоже пришел Из биоэлектрической корпорации Как ты проник Через это Я сделал в ней брешь С этим оружием Это гравитационный излучатель Да Но сейчас он бесполезен Материя начала Деформироваться Давай переместимся В более безопасное место Жилой сектор Возможно мы найдем Там что нибудь Давай проверим Четвертый отсек Все таки Мы оказались Тяжпром ТОА Тут ее от руки Что-то написано Килли Я без толку Надпись слишком старая Не могу прочесть Ты вроде сказал Что тебя зовут Килли Ли-ли-ли-ли Что? Что? Текст Килли Я долго Гравитационный реактор Вышел из строя Стой кто ты? В последний момент Она показала Нечто вроде координат Средоточьтесь на полете А ты Подержи Пока это Я могу определить координаты С помощью моего Навигационного устройства Но если не поторопиться Релеф местности изменится И мы уже ничего здесь не найдем Нам туда Нам туда Нам туда Куда? Туда Туда Вот туда И вот туда И вот туда Господи Как же охуенно Все эти штуки нарисованы Честно говоря Новая модель Чем меньше члена ботов Всяких Тем кстати дальше лучше Вот видите Члена ботов Стало поменьше И все хорошо Все хорошо Без членов Я пришла Тебе на помощь Килли Сибо Бибол Бибол Где Сибо Кто она? Килли Доставай свое оружие Я все еще не могу Использовать его Попробуй сейчас Только на полной мощности Только не на полной мощности Еще один Ты задержался Килли Я прождула тебя Больше 10 лет А? 10 лет ожидания Гравитационный реактор Ну вот Как-то так Ребята почти добрались Не добили Это плохо Ну так себе Наверное Да действительно Магнитный щит Бух Бам Бэйнг Он Постарается Выиграть время Чтобы восстановиться Ты Меня зовут Сиба Я из другой Мировой линии В этой области Пространства Такое не удивляет Важнее другое Нужно немедленно Остановить гравитационный реактор Гравитационный реактор Один из источников Энергии Тяжпромтоа Пространственные Аномалии Вызваны тем Что реактор Вышел из-под контроля Если так пойдет и дальше Скоро произойдет Коллапс Этого пространства И мы будем заперты В нем навечно Ну вы поняли Я попытался понять Насколько Похожи мы выглядим Но Много чего случилось В течении тех 10 лет Которые я провела здесь Я пытался вернуться К своему первоначальному облику Но не хватало Важных материалов Летим через то облако Фью Фью Вот реактор Они в реакторе Отлично Это Рабочее Лопастное Колесо реактора Образованное Гравитонами Никакой материальный объект Не может помешать Его работе Ни один Только гравитационный Излучатель Если создаст дыру В лопастном колесе Реактор Временно остановится Дыра Закроется Очень скоро Но пока Она будет открыта Пространство Должно вернуться К изначальному состоянию И можно будет попасть В другой отсек Верно Вз Кейли Стреляй куда угодно Открой дыру В лопастном колесе Взжу Банч Туф Вроде остановился Оглянитесь Стена Секунду назад Ее не было Пространство Восстанавливается Сейчас мы Перенесемся Отсюда В другой отсек Дыра Начинает закрываться Поспешим Опа А вот и наш Старый знакомый И он Очень Очень Зол Вообще-то И он Готов драться И начинается Битва Дыра Закрылась Скорее И реактор Перезапустится Пространство Схлопывается Ихуя Ну вот короче Лишились Тянуса Тянус остался Позади Тянка Проиграла Ты убила их О чем ты Это было не я Минсап Может уже Перестанешь Сопротивляться Передай нам Поселенцев Устрани захватчиков Магнитная Связывающая Линия Черт Бам-бам-бам Бэнг-бэнг Бунг-банг Гэнг-бэнг Мук-банг Гэг-бэнг-бэнг-бэнг Мук-банг Короче Круто 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 Прям Бо-бо-бо Кайф 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 Вот это Экшен Ублю-дик Сэл Отступай Госпожа Минсап Я еще не Буф Нас затянула Телепортация Минсап Мы вернулись В настоящее время Боу Бум Какого выродок Откуда у тебя это? Хе-хе-хе Мы уже второй раз Спасаем вас Сэл Сэл Она собирается Телепортироваться Стой Я знаю Куда она Отправилась Идем за ней Сэл поправится Она скоро Появится Сэл Это рука Я могу шевелить И знаю Ты Минсап А кто я? Ну тут куча всяких Мелкачей Говорит Мы не будем их читать Знаю я Что-то упускаю Мне страшно и грустно Тебя зовут Сэл Я Сэл Кто-то идет А вот и они Наши товарищи Минсап Выслушай меня Мы вовсе не посланцы Сетевой сферы Мы пришли в Тешпромтову Лишь в поисках Сетевых терминальных генов Кроме того Киборги И наши враги тоже Кто они? Где обитатели Восьмого отсека Я телепортировал их В тринадцатый отсек Сейчас Здесь нет людей Кроме Сэл Телепортация Могла быть Технически Незавершенной Она была необходима Чтобы защитить людей От заразы Занесенной киборги У меня Не было иного выхода Что случилось В других отсеках? Киборги Одновременно Вторглись во все отсеки Мне удалось Эвакуировать Людей только оттуда Благодаря тому Что тринадцатый отсек Изначально не был заселен Он не подвергся Загрязнению После вторжения Скорее всего До нас сюда Пришли другие люди Да Я знаю Центр Отказывается Их признавать Но я Все равно Телепортировал Их в тринадцатый отсек Центр Это Искусственный Интеллект Все хорошо Сэо Мы уже уходим Киборги Отравили Тебя Своим ядом Я не прощу Ни киборгов Ни центра Которые Мешают Восстановлению Твоей личности И я Защищу Всех поселенцев Эй вы Расскажите Как попасть В тринадцатый отсек Ну и поехали Короче Поехали В тринадцатый отсек Сек 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 Пару сек Пару сек И я еду Уже В тринадцатый отсек Да Дальше мы сами Простите Но если мы выйдем Из отсека То умрем Знаю Спасибо за все С ними все будет в порядке Но как она узнала Мы не встречались прежде Когда человек говорит Я знаю Это не значит Что он знал заранее Чисто Да По логике Вещей Ну что Зуру Честно говоря Отец Не знаю Это место Полностью Отличается От того Где мы вошли Ясно Куда же Это нас Занесло Важнее другое Здесь есть враги Мы убили Нечто похожее На хранителя Пуф Это стрелы Электро Рыбаков Тех что вернулись Извне Убьем их Убьем их Хе-хей Уху Остановить сражение Опа Красавчик Красавуэла Тут такая Смотрите Обитает Прекрасно Что это значит Минсап Это место Твоей Юрисдикции Возможно Со здешним Оборудованием У меня получится Восстановить Личность Сэу Отказано Ты была Исключена Из коллективного Разума И этого Военного Судна Почему Только мне Удалось Эвакуировать Поселенцев Мы обеспечили Хорошую защиту Поселенцам Которых Ты телепортировала Из восьмого Отсека Они очнулись По прибытии На новое Безопасное место О чем ты Кешпом Тоо Будет запрещено Вновь Гравитационный Реактор Был Стабилизирован У тебя Два выхода Починиться И вернуться В свой отсек Или окончить Свои дни Здесь Ничего Не поделаешь Сэу Вперед Госпожа Я все еще Помню Как вам Служить Интересно Зур и остальные Действительно В тринадцатом Отсеке Нужно Скорее Найти их Даже если Они там В безопасности Управляющий Что вы здесь делаете Ну и вы поняли Сейчас будет большой диалог Центральная ИИ игнорирует Все наши предупреждения Пытается переместить ТПТ Из его нынешнего положения Для этого возможности Недостаточно Данная попытка Щерваться серьезными рисками И неминуемо Закончится провалом Как так Время вышло Хранители уже внутри ТПТ Они собираются Остановить Центральные ИИ Хранители Если они доберутся До центрального ИИ Раньше вас Вы уже никогда не узнаете Были ли здесь Носители Сетевого терминального гена Мои полномочия Прокси Организма Ограничены На этом Связь окончена Все в порядке За те 10 лет Что я провела В четвертом отсеке Я подавила Сознание Санакан Пока я в здравом уме Она будет заперта В ментальной клетке В любом случае Нам нужно добраться До центрального ИИ Это в основании ЭТСИ Началось вторжение Хранителей Центральный ИИ Разорвал соглашение Так-так-так Тук-тук-тук Биг-баг-баг Сюда Черт Они повсюду Зуру Тук-тук-тук Так-так-так Летим Если мы не убедим Центральный ИИ Заново заключить соглашение Хранители обнаружат Зуру И остальных Перестрелочка Килет Килет Центральный ИИ Не могу Контролировать Санакан Ты ведешь меня Мертва Больше не могу Началось Сибо И вот он Наш герой И тут батлы идут Это Да Мы нашли его Наполовину слившимся Со стеной В зоне оборудования Тринадцатого отсека Он похож на нас Но Мы еще Точно не выяснили В смысле Когда мы его нашли Он умирал Но Преобразуя Окружающий материал И постепенно восстановился Мы не обладаем Такой способностью Он Подвержен Модификации Я хочу Его Тело Структуры Мозг Программирования Те же Что и у нас Но Приступай А вот и Шестая глава Ну Соответственно Соответственно Мне вообще Пока что Все очень нравится Мне нравится Что это Реально Графическое произведение В котором Очень много Графики графическое произведение с графикой да я для себя я сделал небольшую паузу я на самом деле сейчас до конца не знаю будет ли это полное видео или неполное но вы короче узнаете о том будет это трехчасовое видео или 2 2 полторашки в общем окей очень круто очень нравится вообще спасибо большое за заказ обсуждать даже особо нечего красивый графон завораживающий сюжет и вообще очень даже очень даже красиво стройные четко это приятно читать в общем супер ну вот начинаем 6 главы ну как бы уже я немножко отходил 6 глава до 20 30 марки санкан и сиба ты кто еще тебе не избежать нападения хранителей восстановить соглашение с сетевой сферой батл рояль начинается каждый батл здесь батл рояль ну прям вообще бои поставлены моё почтение я как будто бы аниме рассматривать честно говоря зору мои болты закончились у меня остался один именно так герои думают перестрелки расстрелы пробои пробоины идет идет великая битва добра со злом битву я себе тупо так как в меме про этого мужика знаете вот это вода вот тот самый мем сейчас вот этот вот мем вот этот мем мы вы поняли продолжаем какая блять красота как же как же сильные лапище этого художника сиба скорее главная цель санакан уничтожение центрального и и и и всех у кукожные тут оппоненты мое почтение мое почтение уровень кукожности некоторых врагов прям вообще поражает в чем они классно хорошо кукожные высокоуровнево кукожные прям респект такому уровню кукожности это комплимент это комплимент данной манге кукожные подкожные незалежные заложные госпожа бен сад твое сознание восстановилась что ты будешь делать если эта херня ползет на тебя скажи мне бро мэйв бах ну что батл давайте покажите класс пацаны вот это я понимаю сильно стильно блять как же действий много как же охеренно как они сражаются боже мой как все прорисовано как художник просто старался все это прорисовать мое почтение просто мое почтение от настолько божественно слишком поздно минсап так как области материализации осталось неопределенной телепортация перешла в автоматический режим остановить тяж пром то уже невозможно господи какая божественная хера отбора потяж пром то вибрирует неужели разрушение то и намерение перед дислокации серьезно в настоящее время по данным наблюдением ты не в состоянии понять настолько простирается структура города за пределами корабля не известно хоть ли нам место для него я телепортирую он по максимальной мощности тяж пром то выйдет за пределы города центральной и собирается переместить тпт да скоро все закончится и мы киборги и вы все кто находится тяж пром то в разделе от одну и ту же участь но не волнуйся у нас тоже достаточно времени для сражения что ты хочешь сделать подключиться к тебе ты вернешь поселенцев восьмого отсека минсап прекрати не располагаешь необходимыми возможностями чтобы ты не делала все бесполезно блин какой невероятный battle royale господи также это классно как же это просто классно да что мы вместе мангу всю пролистаем просмотрим какой и красивые бои какие красивые рисунки как они тени эти делают как это все как это все невероятно как это все круто вот меч сломался в господи голову разрубил но кажется чел еще жив нет нет ниже покажись но ему попало ему попало значительно так как же все это круто 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 честно я не ожидал что будет настолько круто это наверное самая крутая манга которую мы пока что читали из заказанных ну наверно вообще самая крутая манга который я читал что это именно что манга это именно что манга ты читаешь ты смотришь картинки можно их рассматривать часами если сильно вот делать нечего можно рассматривать часами госпожа минсаб зачем не смогла защитить не поселенцев не те же пром то но серьезно визуальные работы особенно всякая манга она реально должна выглядеть приблизительно вот так вот по большей части это не как в каком-нибудь там не знаю в анписе ты просто приходишь и как будто бы читаешь ебучую историю на миллиард страниц где каждый говорит вот такими вот предложениями вроде бы ты пришел посмотреть на прекрасные изображения вместо прекрасных изображений тебе хуёво рисует в среднем да но дают очень большую текстовую историю неебически огромной экспозиции здесь вообще экспозиция нет здесь просто все вводится визуально все выжившие собрались ты в порядке да мне удалось полотать снаряжение теперь могу передвигаться это странная вибрация странная вибрация странная вибрация очень продолжаем 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 вот эта часть биоматериала что мы изъяли из твоего тела перед тем как попали в кпт не знаю в тпт простите не знаю как но ты вернулась жизни однако мы его уже взяли с этим ничего не поделать ничего возможно она пригодится спасибо минсап скоро начнется телепортация чаш промот провал но она не способна достичь пространство которое может и вместить ее телепортация будет проводиться по этапу начиная с первого тека эвакуируетесь за пределы теш пром то до того как начнется телепортация 13 тека здесь находится спасательная капсула она выведет вас отсюда подожди минсап почему я хочу вас спасти что это было чтобы там ни было нам остается только подчиниться поспешим ничто сеть и репортация вон там не открывается я открою я открою дверь с ноги просто бач панч скорее залезай и сибо бибу эй оу май блин вообще текст пропал как охуенно как охуенно без текста вы не представляете как же заебывает читать плохой текст очень плохими переводами от каких-то ебаных школьников в манге в среднем да причем понимаете в чем сразу две проблемы в среднем мангаки они плохие писатели как вот именно писатели писать у них получается не очень хорошо в среднем то есть технически они не очень стараются и в среднем очень много лишнего делают особенно с тем форматом работы как они обычно работают ладно продолжаем так и знала что этим все кончится но я еще успеваю кили минсап могут быть на верхних уровнях не следа сетевых терминальных генов так вот они в среднем ты не очень хорошие писатели потому что они допускают очень много лишних всяких моментов очень много лишних всяких штук постоянно вот эти вот интерпретации изображения прошлого на каждого персонажа как это воды например бывает просто миллиард ответвлений все назад происходит мы опять же там вспоминаем что там у этого вторичного персонажа в прошлом происходило не все пишется через огромные тексты и гигантские экспозиции параллельные я передаю те сжатые данные телепортации не удалось скорость аж промтова разрушится окончательно с помощью центрального и личности обитатели 8 отека отделены от тел и конвертированы в данные сейчас они спят здесь насчет сетевых терминальных генов которые ты искал в седстве следствие терапорта в седстве а вторая проблема это ебанутые блять переводчики школьники у которых мозгов нихуя нет у которых блять мозг с орешек то есть они без того не очень хороший текст делают еще менее читабельным и короче получается говно в квадрате к сожалению здесь удается избежать об обеих проблем потому что текста основного немного ну и соответственно все основной сюжет но некоторые тексты мы мы ищем гены терминальные и все нормально то что нужно вследствие телепортации информации о генах вместе с телами жителей кривишься отдельно уже полностью исчезла но я могу представить предоставить данные о некоторых людях они будут доставлены безопасное место вместе с тобой сразу после передачи этого сообщения без тяж промтова понадобится вечность чтобы восстан воскресить жителей мы уходим в пространство временной разлом стойте блять что происходит да так сука за что зашло все было хорошо зашло все было хорошо вы чего зачем вы как же за ебало течел а вот и наша подружка я тоже получила место получила сообщение от минсаб здесь находится информация о генах сел чаш промо больше не до кили как далеко мы оказались прежде всего нужно проанализировать эту генетическую информацию не серьезно вот приблизительно так и должна выглядеть манга кили наконец-то что-то видно надеюсь там есть оборудование для анализа генетической информации со кили у них и сетевые терминальные гены я не успел просканировать сетчатку после преследуя их они сбежали по этой трубе трубе вы сбежали по трубе бам чурк чурк что они вообще не люди наверно ты голые девчонки куча маленьких голых девчонок они все клонированные кажись вообще стойте сиба среди них нет носителей сетевых терминальных генов это еще не факт похоже здесь есть люди где-то еще всех просканировать людей идентичные гены все они клоны все они женщины но почему я уже видел такое место прежде если продолжим здесь поиски то впустую потратим время чел вообще не особо старается искать опа машина непрерывного воспроизведения клонов кто только ну и машина и машина чё бухтеть то неофициальная мега структура вот и мега структура виден вход а выхода нет да тут что-то похоже на шлюз но конечно но конечно он закрыт погоди не стоит не обдунулась у вас туда мега структура напрямую подсоединок сетевой сфере ты можешь вызвать хранителей теле 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 хранителей опа здравствуйте здравствуйте здорово бро оно не опасно келли я я я я на этом мы поедем вверх я просто водитель я почти не имею отношения к верховному управлению и хранителям почти да таким создали меня эту мега структуру неуправляемые строители хранители не отреагируют на появление здесь тех у кого как у вас нет сетевых терминальных генов запустить лифт да ближайший к вашему пункту назначению выход вас устроит сколько их всего толщина мега структуры на самом деле на самом протяженном месте составляет 27 километров этот лифт не связан с выходом напрямую путь полон сложных разветвлений перекрестков и развилок люди пользовавшиеся лифтом раньше насколько люди пользовались лифтом раньше насколько я знаю никогда вас что-то беспокоит мы ищем носителей сетевых терминальных генов понял попробую поискать и как же я непосредственно связывался все этой мега структуры в определенной мере я могу наблюдать за тем что находится за ее пределами поиск не дал результатов но я уловил какие-то электромагнитные волны это сигнал соус соус сигнал бедствия как долго он передается двигать туда так или нам нужно найти лабораторию чтобы исследовать генетическую информацию seo на этой стороне этой мега структуры очень много научно-производственных учреждений я только что проверил обнаружил несколько рядом с местом откуда поступил сигнал в общем они поехали туда потребуется минимум 800 часов ну такое мы прибыли удачи вам спасибо за терпение красотища ничего не забыли что же прощайте ну чё ну чё 7 глава 7 раздел 7 сибо и кили силикон к силикон кричерс точно силикон да и что не так раны не заживают бесполезно 5 дамачевские это структура не доступна башня загрузки не отвечает вероятно дави не заморозился или уничтожил систему попытка отбить центральный узел провалилась отступаем здесь нет ничего что мы могли бы сделать приближается одно силиконовое создание Это чиф Насколько мне хватит оставшейся энергии Перестань думать о такой орунде Если ты получишь еще один смертельный удар Я буду не в состоянии помочь тебе снова Слишком поздно Бля, модный чел Ой, в глазик ему В глазик попал, что-то Не очень круто Ему Очень много часов спустя Никили, я ничего не воспринимаю Сигнал бедствия Передается по закрытым каналам сетевой сферы Источник передачи Находится в этом направлении Чикуля Они направляются прямо сюда Это могут быть маскирующиеся хранители Оно объединяется с моей нервной системой Не могу пошевелить правой стороной Грустно Красиво Бля, опять это ебака Блин Прострел в насквозь Насквозь сквозное Друган Без сомнения, это оружие регулируемого воздействия первого класса Гравитационный лучевой эмиттер Он не отвечает на коммуникационных частотах Он в боевом режиме Ничем хорошим это не кончится Секундочку Сканирование сетчатки не было отключено Следы регистрационного кода Устройство прогнозирования поведения не работает Это опасно, Домачевский Я не могу предсказать его действия Ты можешь задержать срабатывание его оружия На короткое время это возможно Давай Снак Псчиф Домачевский встретился с нашими незваными гостями Немедленно произошло сражение А затем все исчезли Получается чужаки не были охранителями Я не знаю Блон Тоже не может ничего сказать Оружие, которое они использовали Пробило туннель длиной 70 километров Похоже с ними надо разобраться как можно быстрее Все с тобой в порядке Ты очнулся раньше, чем ожидал Я рад, что мы смогли снова встретиться Как долго я был здесь? Приблизительно 7 часов Мы достигнем нашей цели примерно за 800 часов За пределами неофициальной мега структуры Другими словами тебя вернут туда, откуда ты пришел Возвращайся Это недопустимо Ты должен быть отправлен туда, откуда пришел После этого в другой раз тебе будет запрещено появляться здесь Бесполезно Только для аварийного использования Если со мной произойдет несчастный случай Домачевский, блин Это я домачевский Потому что сижу дома С домачевским много вообще Отчая на рыба Почти не Эй, домачевский Не лучше было бы забрать капсулу А ее отправить назад Неа Это женщина-человек Если она вернется наружу Она непременно попадется силиконовым созданием Я буду охранять ее Пока Давиня не будет побежден И этот уровень снова не станет безопасным Ты собираешься заботиться о ней до тех пор До тех пор мы смогли защитить только себя Мы заполучили гравитационный лучевой эмиттер Тогда давай попробуем использовать оружие регулируемого воздействия первого класса Мы могли бы полностью закончить нашу официальную миссию Ага, ты пробудилась Кто вы? Мы особые хранители Хранители? А, это все в порядке Независимо от наличия сетевых генов Все люди на этом уровне находятся под нашей защитой Ну, в действительности Ты единственный человек на этом уровне О да, поскольку ты была без сознания И мы не могли получить твоего согласия Нам пришло действовать и спасать тебя Как бы там ни было Мы просто не могли позволить селиконовым созданиям захватить иноцитиву Я обыскал твои вещи Капсула с образцами человеческих генов Людей старой эры Почему ты начнешь это с собой? Зачем ты пришла на этот уровень? За мое спасение я тебе благодарна Но тем не менее верни мне это назад Нет, я возьму ее себе на хранение Постой, что это за происшествие, которое от крови меня спасли? На тебя напали селиконовое создание Где Кили? И-ка перестань с ней болтать Парень, который был с тобой Да, где он? Он погиб Ты единственная, кого мы смогли спасти Домачевский, почему ты говоришь неправду? Это нарушение правил Это ради безопасности этой женщины и этого уровня Ну, тогда, может, ты объяснишь это должным образом Это все только усложнит Уймись Какого черта ты делаешь? Я узнала, что на самом деле случилось с Кили? Ты рассказала ей? Мы обязаны говорить правду Вдобавок я послушала ваши разговоры по радиоканалу И я заберу назад эмиттер и капсулу Дерьмо Как она смогла достать такое оружие? Это была часть оборудования ее костюма? Ты не проверил ее, когда одевал после лечения Этот костюм больше всего подходил на то, что она носила Кроме того, я не думал, что человек сможет использовать функцию костюма-хранителя Кретин Она была способна прослушивать наши разговоры благодаря этому костюму Куда она пошла? Если она направилась наружу, будут проблемы Стой! Электронное поле скрытного вторжения Глава называется Стой! Ику, открой быстрее Эх, это займет время Плохо За этой чертой лежат границы поля скрытного вторжения Костюм Погоди Ика, возьми контроль над ее костюмом Я спешу, так что слушай по радиоканалу Если ты хочешь вернуться к Киле или как-то моего Я покажу тебе безопасный путь А также верну тебе капсулу и пушку И чтобы больше сюда не возвращалось Если силиконовые создания попадут в руки человеческие гены У меня будут проблемы Домачевски Ну что? Я чувствую здесь присутствие пселма Обнаружено О чем ты говоришь? Активирована башня загрузки Они направляют сюда истребителей 24, 25, 26 Очень плохо Ика, убери ее отсюда как можно быстрее Ты чего? Ты тоже заходи Поторопись Нет, я встречу их здесь Есть кое-что, что я хочу жать Пожалуйста, не разговаривай Используй этот канал для управления твоим костюмом Почему силиконовые создания пытаются заполучить человеческие гены? Диви не на меры Дави не на меры разрушить доступ к сетевой сфере из центрального узла Вот так вот Ое Хорошо, приготовься покинуть этот уровень Домачевский Объясни мне, что происходит Давай встретимся с Килле Думаю, мы смогли бы тебе помочь Килле Ползет Внутренняя трещина в мега-структуре В моей мега-структуре тоже бывают трещины Опа! Старые знакомые Это уже в который раз Члены кроты на самом деле Это не члены черви, а члены кроты, кажется Это новая особь Новый уровень развития Члены кроты Хоть не члены коты с другой стороны Смайлик, ты кто? Я, 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 короче, улыбаюсь Управляющая А где сейчас? За пределами мега-структуры? Что это? Какое место? Угу Блин, как классно Серьезно, смотрите Просто ничего не объясняется Все нормально И все понятно Вот он ищет место Там даже один челик говорил с ним Просто символами Места показывал Вообще охуенно Серьезно Вот в идеале В идеале В абсолюте Манга приблизительно Так и должна выглядеть Это вот Вот, вот, вот Привет, я, ику Ты полностью пробудился Некоторое время назад Мы были определены Как особые хранители О, примерно 7 или 8 часов назад Несколько силиконовых созданий Вторились на этот уровень В результате сработали Аварийные системы Уровни и были созданы мы Кроме нас здесь больше никого не будет Так как система была остановлена Силиконовыми созданиями Похоже, среди них есть Превосходный специалист По системным кодам Домачевский, Домачевский Ты готов? Все завершено Все важные данные защищены Можем уходить в любой момент Мы уходим Сиба, как только мы Пройдем выход Не отходи от меня далеко Радиус действия Скрывающего поля Которое я генерирую Примерно 6 метров Ику, ты говорил Что давя не собирает Человеческий ген Другими словами Мы начали сетевые терминальные гены Так нет, не в этом случае Этот уровень Неофициальный Тут есть свои особенности Оборудование сетевой сферы Своими волокнами Пронзает всю мега структуру Мета структуру Обычно Новые участки мета структура Автоматически Обнаруживаются управляющими И дополнительное оборудование Вступает в работу Неизвестно почему Но эта процедура Не была применена К этому уровню Таким образом Оборудование оказалось В начальном состоянии Если приложить Определенные усилия То будет доступно Временное подключение К сетевой сфере Временное подключение Ну, человек с терминальными генами Мог подключиться к сетевой сфере Совершенно не пользоваться Какими-либо устройствами С временным подключением Немного по-другому В этом случае Нужно использовать интерфейс Встроенный в центральном узле О возможности Идентификации личности Или времени Доступа к базе данных В этом случае ограничено Поэтому нет необходимости Запрашивать регистрации Терминальных генов Для временного подключения Если гены выглядят Достаточно нормально Человек Нормально Нормально проверка будет пройдена даже с имеющимися ограничениями можно получить доступ к ровному количеству информации давине с его опытом можно обой может обойти эти ограничения вот почему твоя капсула так опасно мы пришли линия разденена это странно подъемник все еще должен идти вниз через мегас мета структуру папа икра открой крышку лезь туда как красоточка я бы этих силиконовых силиконатор силиконаторов кремниевых тоже накуканил бы вот такую бы тяночку да все все хотят такую тяночку этого вот такая тяночка была высота на 1 бесполезный из всех них она самая сильная вот это вот превращенец шахту подъемника сиба быстрее драчевский конечно вообще дроздовский грачевский молодец о восьмой том до 8 9 10 еще три осталось идем солидно 8 самый крутой надеюсь домачевский грачевский капсула все еще движется они несут ее к дивине эй домачевский ты чё что такое но как там капсула цел почти пробила путь сюда в любом случае мы должны бежать папа взялся лоховское оружие до все бои 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 везде бои блять безостановочный бой короче вся жизнь а его проткнуло не если бы это еще в виде аниме с очень хорошим визуалом все организовали это было бы шикарно движение распыленных молекул какая красотка боже на как же я влия влюблен я влюбился сэл открыла вход кили близко постой это мог быть противник подожди это псал офигеть вообще ноль текста как же круто как же классно все просто нарисовано и нарисовано охуенно блам 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 руку и отстрелил вот это дает мачевский уничтожь голову она использует башню загрузки что ты делаешь стреляй как же хороша это женщина я влюбился я впервые в жизни влюбился в 2d тян боже мой 2d тян моей мечты я бы хотел чтобы меня была такая 2d тян ребят можно мне такой 2d тян давайте заведем такой 2d тянку пожалуйста сертификация временного подключения вас умоляю ребят давайте 2d тян такой заведем сколько можно вообще уже эти двое особые хранители они защищают от силиконовых созданий этот уровень они не вредят людям если говорить по существу то мы не можем доверять этому человеку но прямо сейчас у нас есть более неотложные дела мы не можем тратить время на тебя и так забирай сибы и покинь этот уровень или оставайся с нами под нашим надзором каков твой выбор кили силиконовые создания забрали у меня капсулу генетической информации они хотят попытаться подключиться к сетевой сфере с этого уровня это временное подключение код доступа довольно слаб постой я верну капсулу мы проедем через сердцевину мета структуру к ближайшему выходу большая редкость билдеры перенесли предметы с нижнего уровня сюда наверх возможно это было человеческое жилье которое переместили сюда целиком в результате бессмысленные входы и выходы или лестницы ведущие в никуда старые билдеры часто так делали что у тебя что это у тебя какие старые части как это я раньше я находил раньше в других местах блин бомбов какая хуета огромная крутая дорога в никуда ты снова пришел дави не лук линвета я пришел требовать регистрационного временного подключения использование сетевой сферы силиконовыми созданиями запрещено идентификация сейчас будет завершена этот путь в порядке любой нелегально пересекший границу сети будет очень строго наказан так непривычно хранители не появляются и это все управляющие не способны на больше набег бесполезно это терминал до проверь что там внутри поблизости интерфейс подключение номер два темно-красный дави не там другие силиконовые создания черт они тоже нас заметили ручки разлетаются в стороны ахаха ручки а где же ваши простите простите за шутку эта шутка была ужасно отнимайте медальку медальон господи какая красота господи как охуенно он это делает тут самого начала и до конца и степень охуенности не спадает автор который отрисовал он смог все это сделать достаточно большой фантазии в рамках одного сетинга но фантазии немножко на членах конечно помешано но мы не против соответственно членов простые переменные перемещенные тела что закончили запасы блэм-блэм бум бум панч-панч тух-тух туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-т позади вас кстати где-то рядом с тобой моя рука натнешься на нее забери с собой понятно настойчивость я серьезный охуевает реально одна из лучших man который я вопрос в кавычках читал что здесь ты созерцаешь запрос временного подключения уже начат счетчики чтения пока счетчики чтения показывает 92 странно скорость чрезвычайно низко что это значит я не знаю во всяком случае у нас есть еще время и ку-ку блин блэйм крутая тему ха-ха руку руку пока кожула сиба что ты делаешь это очень скоро управляющий еще четыре шага 3 это была азартная игра но кажется ты не обратил на это внимание скоро соединение скорость и не было резко ограничено с базовой реальности прошло уже много времени как я хочу неважно какой ценой увидеть сетевую сферу и эта ситуация совершенно неожиданно для нас на грани смерти давине лувета смог похитить данные хранителя высшего уровня и прервал свое существование своим упрямством как печально реально печально домочевский домочадский врачевский простите да шутка будет повторяться каждый раз когда мы будем слышать домочевский воспроизведение сообщения домочевский сиба создала двойную регенерацию регистрацию она переписала генетическую информацию из капсулы на себя и к не говори мне что ты сейчас хранитель уровень 9 формируется в теле сиба как только он начнет двигаться его уже ничто не остановит прости домочевский моей энергии не хватит надолго но пожалуйста позаботься обо всем как-нибудь за 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 Вот это я понимаю его разнесло. Моё почтение. Какая красотища, господи. Это моя вторая любовь. Я просто влюбился теперь в неё. Блять, если бы реальные тянки так выглядели. Блин. Блин, вот бы тянки реально были такими в жизни. Чё за... Наши тянки хуйня. Вот это охуенно. Нимп над головой, вот эта вся штука. Прям мечта. Хочу, чтобы все тянки были такими. Если вы выглядите не так, даже не пишите мне тянки. Запомните. Запомните, даже мне не пишите. Кстати, тянки, я думаю, не досмотрят до этого момента. Так что мы, пацаны, с вами здесь можем шутить сколько угодно про тянок. Тянки не дойдут. Тянки не переживут всего этого. Слишком круто для тянок. Тянки не понимают вообще эстетики мужской. Настоящей. Поэтому они... Они прокляты, на самом деле, в конечном итоге. Отдаленная глава. Ещё и цветная. Ой, господи. Как же её тут фуфырит в разные стороны. Какая красота, блядь. Как же всё горит. Как же всё горит. Так. Какая красота. Дорожечка. Выстроена. Тянк. Ооо. Две самые красивые тянки. Найден путь ухода. Прохода уровень 9. Преследование продолжаю. Господи, какие они сексапильные тянки. Две самые сексапильные тянки в 9 главе сойдутся и будут драться. Боже, как... Мечты сбываются. Газпром. У Газпром мечты сбываются, очевидно. Ой, как же хорошо. Как же хорошо. Как же хорошо. Эти тянки сейчас будут драться. Зашадова. Мечта, мечта, мечта. Смотреть, как две тянки дерутся Зашадова. М-м-м-м. М-м-м. Какая красотища. Путешествие. Путешествие. Разломы. Простите, что так быстро. Но мы все видим. Мы же все видим правильно. Какая красота. Да, смотрите. Буф. Руку отхерачило ему. Лол. Господи, как это все классно. Не, у нас немножко, конечно, такой блиц. Блиц прочтения. По-хорошему, когда вы будете сами это пересчитывать, вы сможете читать это внимательно и красиво. У меня, к сожалению, на очень внимательное рассмотрение всех этих картинок и времени особо нет. И более того, это проплатили значительно меньше, чем обычного, ну, как значительно, на некоторое количество рублей меньше. Потому что она вот такая, без слов, и тут почти читать ничего не надо. Но рисунки, мое почтение. Просто без остановки любуешься. Мангако гений, на мой взгляд. Очень крутой. Очень крутой мангако. Вот здесь упрощенно, конечно. О, да. Текили, так, зачем ты меня звал? Вот это. Он сломан. Он сломан. Отсутствие помощи. Боже мой, как это все? Как это все? Как это все же? Все-таки. Как же она хороша. Просто моя мечта. Моя душа. Просто потрясающе. Просто потрясающе. Божественно. Опа! Мне здесь, я не знаю. Ты обычный билдер, это так. Ты можешь говорить, даже лгать. Я проследила следы, оставленный уровень 9 от моего предыдущего местоположения до этого места. Я знаю, оно пришло на этот уровень. Расскажи мне все, что тебе известно. Понятно. Следуй за мной. Что ты делаешь? Дорога здесь. Стой здесь. Я сейчас вернусь. Не шевелись. Красотка. Какая богиня тоже, боже мой. Какой же красавчик. Еще один красавчик. Мое почтение. Я представитель агентства, управляющий сетевой сферы. Силиконовое создание. Настоящим информирую тебя, что этот уровень объявлен запрещенным для... Чего? Для тебя. Для кого запрещен? Для тебя запрещен. Как же все классно здесь. Не двигайся, малышка. Пушка. Как тебя зовут? Я Сибо. Ты знаешь, кто я? Билдер? Сибо, слушай внимательно. Этот шар для тебя самая важная вещь. Сейчас ты не знаешь, как использовать это, но постепенно ты вспомнишь. Сибо, не слушай. А что тебе говорит агент управляющий? Мы можем... Не можем здесь оставаться. Уф. Её ёбнули. Блин. Блин, хорошая оттянка была. А, что? А ей похуй. Я же тоже... Точно же ей похуй. Конечно. Я уже иногда начинаю забывать, что тут половине персонажей просто похуй на то, что им простреливают головы. Ну, типа, ну, что, бывает. Как говорится. Ну, прострелили и прострелили, знаете ли. Всякое может случиться в этой жизни нашей, тяжёлой, неоднозначной. Наш неоднозначный, тяжёлый жизненный путь, он как бы такой, знаете ли. Ну, вот так вот. Кили спасёт. Я рад, что смог показать тебе эти записи. Однако, с тех пор очень много времени прошло. Эй. Ля. Люди. Моги на плёте. Вы знаете, да, эту поговорочку. Люди на блюде. Какая же красота. Господи, как они всё это... Опа. Бач. Просто бра-бам-бам-бам-бам-бам. Я ждал в режиме сохранения того, кто пройдёт мимо. Прекрасно. Ты выглядишь порядочным человеком. Море. Так зовут изготовителя капсул экстренного сохранения. Эй, подожди. Кили. Перестрой свои глазные фильтры. На внешней стороне есть дверь. Есть много всего, но людей мы здесь не найдём. О, я понял. Это первоначальные билдеры. Но почему у них такая странная форма? А? А, пацаны, не знаете? Я ищу сетевые терминальные гены. Поблизости есть люди? Типа есть, наверное. О, он умер. Ну, как насчёт генов? Ведь может он тот, кто переделал этих билдеров? Наблюдатель. В 300 километрах выше есть ход. В 300 километрах. Ты видишь так далеко поразительно. Я разрешающая способность. Эй, Кили, ты спишь? Ты не двигался так долго, что я подумал, что ты уже умер. Но на самом деле я хотел спросить тебя о кое-чём. О, кстати, давно был создан исходный проект, по которому изготовлено твоё тело. Там не было стандартно разъёма IEISB4. Или был. Если у тебя есть один свободный, то, возможно, ты мог бы подключиться к моему резервному щупу. Вот он. Прости. Я хотел позаимствовать твоё тело только на время. О. Выход. Происходит выход. Чё, ребят, скоро будет финальная глава. Финальная том. Мрачек. Что? Проблема, Кили. Мои сенсоры излучения сломались. Они не показывают ничего, кроме поверхности. Это необычно. Я очень давно веду наблюдение за этим пространством. Но впервые я встречаю здесь живых. Некоторые старые конструкции падают. Здесь это случается довольно часто. Всё это сферическое пространство, его средний диаметр приблизительно равен... 143 тысячи километров вообще оттуда. Структура всё ещё расширяется. Тут есть кто-нибудь, кроме тебя самого. Я предполагаю, что одно время сырьё для города брали в этом месте. Здесь есть следы такого огромного оборудования для добычи и билдера, оставшиеся здесь в центре. Ещё рабочая осевая башня, необходимая для стабилизации всего объёма. Мне хотелось бы изучить башню более подробно, но страж не даст мне приблизиться. Да, там страж, это хранитель. Извините, но вы мешаете моим наблюдениям. Не могли бы вы продолжить свой путь? Эй. О, чёрт ты это сделал. Это было силиконовое создание. Куда ты направляешься у башни, есть страж. Разве ты не слышал? Да. В этом и вся фишка идет. Десятая глава. Десятый том, точнее. Десятый том. Десять. Поехали. Объединяющий металлический ствол. Это про меня. Это я. Где и есть тот ствол, который объединит вас, друзья. Опа. Изи. 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 Прямо на изичах. Она... Что она говорит? Она пытается нас о чём-то предупредить. О чём? Эй, Килли. Килли. Континум. Какая красотень, блин. Какая красотень. Какая красотища просто. Красотыща. Итак, сейчас мы наверху. Что-то не так. Тихо. Вот что не так, видимо. Огромный взрыв. Что-то он его отбросил. Хи-хи-хи-хи-хи. Вот это босс. Босс файт, ребят. Готовы к... О-о-о. Мрачняк. Что-то жёстко, жёстко, жёстко. Жёстко. Так, согласование. Расчленёночка. Ту-ду-ду-ду-ду. Ты в порядке, Сибо? Вообще-то жёстко, жёстко, тоже жёстко. Видите, тут всех расчленяют. О, роботы, роботы-боботы. Как-то она хоть и восстанавливается, но ей чё-то не очень легко по жизни, честно говоря. Отправь меня назад в базовую реальность. Хранители были извещены о том факте, что уровень 9 попал в руки силиконовых созданий. План был изменён. Тебе больше не нужно возвращаться. Есть время. Я верну Сибо. Твой статус, как представитель управляющих, потерял силы. Естественно, также хранители не будут иметь твоих охраняющих данных. В этот раз, если тебя убьют, ты не сможешь когда-либо вернуться в сетевую сферу. Телепорт. Тр готов. Поступай, как считаешь нужным. И начинается. Кили, плохие новости. Силиконовые создания заполучили 9 уровень. Ты помнишь, хранитель высшего уровня совершил неразрешённую загрузку через временное соединение? Постой. Почему тебе это известно? Я тоже не понимаю. Слова просто выходят из меня. Как бы там ни было, позволь мне продолжить. Хранители пытаются уничтожить ускользнувший уровень 9. Однако, если возможно, мы хотели бы вернуть его себе. Мы нашли способ, как, используя уровень 9, спасти город. Передаём последние известные координаты уровень 9. Мы верим, что ты будешь сотрудничать с нами. Спасибо. Какого чёрта это всё было? И кто это мы? Действительно, кто это мой? Я здесь один сижу. Мы успели выделение сферы от мозга. Там внутри что-то образуется. И что это такое? Мы не знаем. Мы контролируем только часть. Остальное всё ещё закрыто. Потропитесь. Возможно, скоро нам понадобится... Конечно, красота. Господи. Как это всё классно. Ух. Класс. Красотища. Спасение вместилища. Спасение вместилища. Мы на финишной прямой, на самом деле. И тут в основном экшен. И вообще никаких слов. Просто расстрелы, перестрелы, уничтожения и так далее, так далее, так далее. Честно говоря, ну я очень польщён. Вообще классная фигня. Вообще фигня. Ну здесь не фигня. Отличное произведение. The best. Best of the best. Серьёзно. Манга, как она должна быть. Реально считаешь, графическое произведение, в котором, ну, иногда происходят слова, а иногда, как бы, действия. Слова редко, действия всегда. Да, и китов, фуаны, и всё, прорисон, сиба, наш ребёнок в безопасности. Ну чё, батл рояль. Истребители. Класс. Первый. Начали. Опять, блядь, руку отрезали. Да чё такое? Да чё происходит-то? Он наконец догадался в другую... Ооо, класс. Защитка. Защитка хорошая. Моё почтение. Есть незаражённое место. Заражённое? Отнеси её туда. Подожди, что это за сфера? Тэск. Ещё две главы впереди. Восстановленное сознание. Эээ. Блин, мы уже к концу подходим, офигеть. Всё, ещё спят? Я думаю подождать тут до утра. Здесь нет утра, и никто не проснётся. Они не умирают, но взамен они всегда спят. Где мы? Что мне делать? Я не понимаю, я просто игрушка. Ты плачешь? Пойдём с собой. Я отведу тебя к тому, кто не спит. Чё? Это он? Привет. Я прибыла сюда недавно. Я точно не знаю. Управляющие? Тебе что-нибудь объяснили? Нет. Это место? Область временного хранения для людей. С повреждёнными записями или потерявшими свои физические тела. Но оно было заброшено целую вечность. И даже не помню, когда я появился здесь. Почему оно было заброшено? После краха чистая сетевая сфера начала работать со сбоями. Ты помнишь этот крах? Ты помнишь что-нибудь о том, кем или где ты была до того, как попала сюда? Я не уверена. Было это на самом деле или только сон? Я путешествовал с кем-то. Он искал что-то, что могло спасти город. Его поиски продолжались задолго до того, как я встретил его. На что это было похоже? Там было совершенно иначе, чем здесь. Всюду здание. И мы редко встречали кого-нибудь. Ты знаешь, что он искал? Я не могу точно вспомнить. Но он получил сферу. Сферу? Это именно... Что именно это была за сфера? Сфера, содержащая эмбрион, созданная из генов двух женщин. В безопасном месте, где бы не было опасности загрязнения, эмбрион начал бы расти. Он собирался принести сферу в место вроде этого. Однако такое место существует только на границе города, за пределами метаструктуры. Управляющие сказали, что этот путь может быть более длинным и тяжелым, чем тот, что он уже прошел. Это сказали управляющие. Верно. Представитель управляющих восстановил меня по данным из капсулы экстренного сохранения. Да, данные других людей были записаны поверх моих, но достаточно много фрагментов моих оригинальных записей уцелело. Меня реконструировали по этим фрагментам. Ты вспомнила? Да. Моим последним воспоминанием было, как я смотрела глазами представителя управляющих. Только это... Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор. Ты думаешь, он еще жив и продолжает свой путь? Прости, я не знаю этого. В настоящее время нет возможности связаться с базовой реальностью. Но если он успешно доставит сферу, если он завершит свою миссию, мы узнаем, когда это произойдет. Сейчас мы не можем ничего сделать, кроме как... Ждать. Чё, финал. 30 страниц. Край города. 65 глава. 10 том. Последний. Дождик. На лицо капает. Кап-кап-кап. Кап-кап. Ну иди, 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 иди. Финальная глава. Чё ты... Чё ты тупишь-то. Хедшот. Вообще. Полный шот произошел. Мега камшот. Пиздец. Чего? Ой. Вопрос. Она закончена или нет? Только что... А. Завершен. Ну, знаете ли, вот оно вот так вот. Всё. Конец. Вот такой вот конец, ребят. Вот такой вот конец. Представляете себе? Вот такой вот финал. Слушайте. Красиво. Классно. Ну ладно, я тогда напишу сейчас, запишу начальный обзор для того, чтобы начать. Там уже посмотрим. Мне понравилось. Очень круто. Очень визуально. Очень красиво. Очень мощно. Очень сильно. Очень мгновенно. Ну вот. Продолжение следует.